у тебя же открытая страница да итак всем привет вот мы в эфире пишите как нас видно слышно скажи людям что-нибудь чтоб тебя слышно было все отлично все видно все слышно всем привет ребят пикачу вам передает пламенный привет у нас уже вопросы в чате я смогу смотрю пошли ну давайте чуть-чуть соберемся сейчас так что-то просмотры смотрю просил просили должны увеличиться видно и слышно это отлично видно отлично есть connect ну что товарищи ждем вопросы подрубается я предлагаю для начала можешь рассказать о себе думаю может не все знают кто-то все привет меня зовут максим густарёв я фотограф я занимаюсь портретный женственным портретом съемками не знаю мне нравится квадрокоптеры мне нравится собирать кубик рубика тысячи лет его не собирал я люблю гулять нравится обрабатывать фотографии люблю photoshop не люблю lightroom не особо люблю форму блин знаю что еще ответить пытаюсь набрать вес проблема набрать вес круто перекидывай да а у тебя фотография коммерческая или для себя нет я в основном фотографирую для себя объясню даже все таки наверное про это надо рассказывать боги ладно ребят смотрите я про трейдный фотограф и фотографии я занимаюсь очень очень давно порядка уже 12 лет наверное с 2010 года официально ко мне в руки попала моя первая камера такая основная уже зеркальная это был canon 50d и вот тогда я начал фотографировать когда фотографировать я начал еще намного наверное раньше еще в школе даже у меня были какие-то съемки ну типа знаете такую маленькую мыльницу что-то пропал то с разрешением 1024 на там сколько-то 720 что ли на 640 короче хрен знает неважно так вот когда я начал фотографировать еще в 2010 году для меня фотография была исключительно хобби хобби то есть я это делал абсолютно бесплатно без каких-либо мыслей о том что я буду зарабатывать на этом бабки по одной простой причине на тот момент честно говоря я думал то что я буду успешным математиком программистом ученым задротом до глубины души знал как решать тройные интегралы по объему приблизительно понимал что такое численные методы всякие вилет анализы и так далее система дифференциальных уравнений через это мы прошли но что видимо в судьбе у меня не сложилось и от математики я убежал я стал фотографом с 2005 10 года повторюсь я фотографирую чисто портреты и это было всегда наслаждением это было только хобби постепенно постепенно я начал понимать то что это творчество начинает монетизироваться в 2014 году у меня был такой слом моего творчества когда фотография поменялась и начал появляться какой-то информационный шум по россии о том что есть такой максим густарев из маленького города самара который делает эмбрионов девочки лежат в позе эмбриона и фотографировал с точки съемки сверху зенита они валялись там в какой-нибудь грязи горели во льду воде и так далее это было нестандартно появился информационный шум фотография начала монетизироваться тогда я еще открыл фотошколу начал обучать людей фотографированию понял то что мне дико нравится и за это еще и платят деньги и вот это был для меня конечно шоком потому что до сих пор до сих пор я занимаюсь исключительно тем что мне дико нравится это исключительно хобби который приносит деньги вот и все и это здорово надеюсь так будет всегда приносит деньги то есть модели платят за съемки коммерции прямой я не занимаюсь то есть вы не увидите у меня в stories типа блин девочки покупайте фотосессию до конца октября у меня скидка 50 процентов такого у меня нету ни цен опять же нигде вы не увидите но запросы частенько ко мне приходят мне пишут максим сколько стоит фотосессии если девочка моей кондиции моего портфолио если она соответствует стилистике моей съемки если она по каким-то анатомическим признаком подходит под мой профиль я называю цену сейчас съемка у меня стоит 200 баксов и соответственно под мои идеи под мои локации под мой образ мы создаем фотосъемку и ее реализуем на самом деле глупо было бы отказываться от денег за такие съемки поэтому я их беру но опять же я их нигде не позиционирую в целом меня появляется ну 1-2 заказа в месяц это опять же ребят исключительно факультатив я не зарабатываю на этом основные деньги потому что есть куча источников дохода в других сферах даже я говорю даже не о фотографии это youtube каналы это и fp ведроны это и кое-что другое но в общем все законно все хорошо на всякий случай надо сказать поэтому фотография для меня остается творчеством и истинной любовью но иногда за это еще и платить деньги а мне интересно ты вот с десятого года чисто девушек фотографируешь чисто портрета да не не я на самом деле я же старпер получается если мы возьмем школу фотографии поделим весь поток современных цифровых фотограф фотографов на группы я обычно делю на два класса знаешь это старпер и современные фотографы олдскул и ньюскул олдскул это те ребята которые начали фотографировать на пленку и вот перейдя с пленки на цифровую камеру привнесли свое мировоззрение в цифровую фотографию я отношусь исключительно к ньюскулу я начал фотографировать на цифру и в принципе для меня она стала ну каким-то первоисточником я уже начал обрабатывать фотографии под цифру и вот опять же пропадаешь да я нет я здесь я жестикулирую но голос у меня не исчез я говорю о том что я все-таки отношусь новой школе и я люблю цифровую фотографию я говорю о направлении жанре именно портрет все это время нет продолжу мысль то что новая школа хоть я и отношусь к новой школе но я один из наверное первопроходцев это этой новой школы я фотографировал абсолютно все я сфотографировал свадьбы я фотографировал архитектуру я фотографировал животных даже было у меня даже одна съемка была ньюборн ньюборн ну просто детская съемка это был ужас меня дети боялись потому что я был бородатый усатый сейчас я пока усатый наверное они меня боялись бы наполовинку но все же и поэтому я прошелся через все жанры у меня в портфолио кстати можно найти и индустриальные фотографии у меня портфолио можно найти и репортажные съемки то есть я даже репортажи снимал самое интересное то что в репортаже снимал кстати был чемпионат мира по футболу но главное это голые девушки на голые девушки всегда важнее всего потому что в принципе я думаю у 90 процентов фотографов которые занимаются женскими портретами изначально был план прийти фотографии только по одной причине потому что здесь легально без регистрации смс можно посмотреть на сиськи а иногда их потрогать на основном смотреть а скажи вот мне интересно первые съемки как так но первая оголенная модель как у тебя это было как ты к этому пришел слушай я думаю все началось опять же с съемок блин мы были молодыми сколько мне было мне было 18 там 20 лет 20 лет 20 лет представь у тебя есть камера у тебя есть подруга и что ты делаешь ну первым делом понятное дело ты предлагаешь гофотца у меня вот камера появилась смотря какой крутой окно давай раздевайся с ними то с ними другое так она дальше едет едет все поехало и вроде бы она уже голая ну вот у меня примерно так и было конечно же это ничем не закончилось мы просто пофотографировались я получил кадры очень был доволен меня всего трясло с ног до головы я наверное вспотел 10 раз было очень нервно но съемка была просто ужасно она была настолько запорота потому что там был неправильный свет композиция ужасно половина кадров было переэкспонированных другая половина кадров была черная но один кадр представляешь у меня один кадр где-то он еще порт не в портфолио а в архивах есть надо кстати эти архивы разобрать они на жестких дисках но они имеются тут удивительно я наверное отношусь к тем людям у кого кто снимает уже больше десяти лет и первая съемка не у съемка еще сохранилась а как пошли последующие съемки то есть у тебя еще не было портфолио как девушки шли к тебе на съемке чем первые четыре года опять же важно понимать то что я начинал это дело все как хобби мне не было никакого плана был только путь я фотографировал своих друзей своих подруг знакомых и постепенно постепенно но опять же это работает сарафанкой я не скажу что у меня когда-то была коммерческая портретная съемка я постольку поскольку я занимался этим потому что в основном у меня был упор именно на арт-портреты какие-то интересные нестандартные идеи опять же вот эти девчонки эмбрионы которые валяются в грязи с видом сверху это 2014 год вот именно этот стиль фотографий мне помог немножечко реализовать себя и эти фотографии они понятное дело не продавались они не могли продастся потому что кто основная целевая аудитория девчонки которые лежат в позе эмбриона в грязи кому такие фотографии нужны то есть ни одна уважающая себя женщину при деньгах не закажет такую съемку такие съемки будут интересны ну там школьницам студенткам и с них к сожалению деньги взять не получится они просто не платежеспособная аудитория поэтому я в основном все это делал бесплатный 2014 год когда был слом моего творчества когда я поймал стиль когда я понял как это делается начал штамповать этих эмбрионов пошел слух пошла какая-то активность пошел набор аудитории когда рост появился именно аудитории я начал экспериментировать и в других жанрах ну то есть я уже закончил университет я забил на аспирантуру я ушел из аспирантура с третьего курса и понял то что но мне надо на что-то жить где деньги надо зарабатывать и вот тогда как раз и пошли свадебные съемки кому-то я бесплатно отфотографировал свадьбу по сарафанке по рекомендации ко мне пришли другие ребята снимал сначала свадьбы знакомых то есть опять же у каждого есть знакомый которым нужно снять свадьбу и ты в нужный момент времени всегда оказываешься рядом говоришь его ребят давайте вам сниму свадьбу а потом других друзья друзей узнают тебя фотографии берут и все ты там снимаешь свадьбу за 15 тысяч рублей у меня такое было я фотографировал так 2014 год было весело 13 даже ну ладно не столь важно так вот получается то что я опять же проходясь по всем этим жанрам не акцентировал внимание на то что свою творческую фотографию я могу продавать тогда nft аукционов не было тогда не было никаких других возможностей в прямом виде продать тот или иной контент такого творческого масштаба тем более я жил на периферии в относительно ну не маленький город но все же город миллионник там никому такие фотографии были не нужны если в москве в питере я еще мог найти клиентов за всю мою историю наверное где-то клиента три четыре у меня было которые хотели сделать кадры позе эмбриона ну то есть люди мне пишут говорят максим я вот хочу такой кадр в грязи с огнем я про себя думаю ну не дебил ли ты типа нафига тебе такие кадры потом оказывается то что человеку такой кадр будет интересен потому что он как там попадает в резонанс его творчеством кто-то занимается огнем и вот нужно такие кадры сделать и в результате мы делали но это опять же стрёмно потому что это нельзя поставить на поток это не портретная классическая съемка потому что классические портреты намного легче продать я вытаскивал чисто за счет творчества ну потом опять же появилась фотошколы и монетизация появилась в другом виде а по меня ведь начинает орать на фоне человек слышно его но что-то очень отдаленно в общем то не слышно считаете это бэкграунд а после фотошколы или на этом все закончилось не зачем у меня фотошколы до сих пор существует то есть тут мне прямо сейчас идет курс по фотографии завтра буду послезавтра буду проверять их преддипломные работы так ты обучаешь ретуши или фотографии в целом фотографии в целом от 0 до уже завершенного фотографа который может развивать свой стиль самостоятельно но портретисты да да акцент акцент жанровый портрет грубо говоря если ты разбираешься в жанровом портрете потому что фотографировать живого человека нужно обладать определенными навыками определенными навыками работы со светом с композицией с позированием нужно быть хорошим психологом чтобы общаться с человеком чтобы предрасположить человека съемки на лайт этот коммуникационный мост и я это все даю на курсе потому что если человек этим сможет с этим совладать то он уже дальше впоследствии может спокойно перейти на пейзажи на предметную фотографию ему будет намного легче намного легче с портретной фотографии уйти в пейзаж нежели наоборот слушая как можно передать навыки коммуникации совсем понимаю ко мне очень часто приходят люди вот реально приходит человек который он не хочет заниматься там свадебной съемкой не хочет заниматься предметкой он хочет снимать голых девочек вот есть такие запросы то есть приходит человек все максу блин меня хлебом не корми я хочу фотографировать себе голых девчонок спрашивается почему а в чем проблема почему ты не можешь взять написать человеку и и договориться о съемке почему ты ждешь пока под лежачий камень вода не затечет пока тебе кто-нибудь не напишет и не предложит съемку сам так это не работает приходится многими методами опять же находить рычаги которые позволят ему понять что не стоит сидеть на жопе вот если просто опять же я не буду говорить конкретные рычаги я попробую обобщить нельзя сидеть на жопе ровно нужно действовать тут как только начинаешь действовать на когда начинаешь быть уверенным в себе и не сомневаться в том что ты делаешь вот тогда все происходит хорошо как только начинаются эти внутренние переживания вопросы к самому себе чем-то занимаешься то сразу все ломается потому что это работает точно так же и в фотографии в целом в любом создании контента общаясь вот даже мы с тобой сейчас общаемся мы можем испытывать какой-то знаешь есть такой синдром самозванца когда ты думаешь ну и все знают что это такое когда ты думаешь что ты не достоин того что происходит сейчас с тобой и вообще это в каком-то невероятном сценарии все разворачивается и здесь опять же ответ очень прост ты делаешь то что другой человек не сможет проконтролировать откритиковать тебя приведу пример вопрос вот к тебе да ты занимаешься фотографией хотел бы ты получить критику какого-то фотографа насчет твоих фотографий и да и нет мне как-то равнодушно в этом плане зачем зачем вот действительно зачем к примеру есть 1000 фотографов которые делают более ценный продукт чем делаешь ты чем делаю я чем делают наши с тобой друзья там в столицах в больших городах супер профессионалы которые получают гигантские бабки и за свои съемки и есть фотографы которые лучше этих ребят вопрос может быть обратиться к метрам мировой фотографии там не знаю поговорится не лейбовец либо не знаю как-то спиритический тянс питер линберг получить обратную связь о своих фотографиях просто узнать а что в них не так важно понимать что каждый человек это индивид со своим мнением своя точка зрения она всегда будет проецироваться на какой-то на какое-то портфолио не предвзято разобрать чужое портфолио практически невозможно то есть для этого нужно максимально полностью абстрагироваться от своего стиля от своего видения что человек практически сделать невозможно поэтому смысл от того что ты получишь консультацию ну какого-то топа он под призмой своего мировоззрения может быть тебе ответит покажет укажет на недостатки твоей фотографии если ты воспримешь это все в абсолют и исправишь свою фотографию то как по тем наверное паттерном который тебе назовет тот или иной метр фотографии это будет не лучшим вариантом лучше всего услышать это посмотреть на мнение чужих людей посмотреть первую очередь на свое мнение составить суперпозицию всех этих мнений получить определенный кругозор на результирующий продукт и уже сделать какие-то действия которые в лучшем если изменит твою фотографию вот это более правильно не напрямую слушать чужую критику не напрямую вдаваться в вот этот rush и полностью менять свой стиль фотографии а все-таки научиться анализировать анализировать и свое творчество и чужое творчество и вот тогда после умения анализировать это все вместе появится рост наш меня такой вопрос зачем для себя или для того чтобы продать если человек хочет развиваться то есть для себя не про продать разговор почему конечно и про продать и про развиваться и пор продать и заработать на этом деньги и стать супер известным и получить карму в плюсик у разных людей разные функции фотографии она выполняет определенные функции какие у фотографии есть функции функция заработать бабла функция стать известным функция погладить тебя по голове сделать счастливым и функция наверное первозданная но почему-то про нее все забывают эта функция увековечить те моменты жизни которые мы с тобой видим в тот или иной моментом не видели закат хотим сохранить его сфотографировали на сотовый телефон и забили то есть сейчас у фотографии появилось гигантское количество дополнительных функций в зависимости от той нужды которая появляется перед каждым человеком появляются новые методики новые механизмы которые позволяют эту функцию развить если мне сейчас надо заработать кучу денег на фотографии вот я не знаю я останусь без бабла и мне кушать будет нечего мне нужно будет срочно что-то придумать я сяду на жопу ну я не буду сидеть на жопе ровно я ну я не сяду на жопу на стул и я придумаю какой-то определенный алгоритм действий какую рекламу мне создать какую подводку под нее придумать какой курс запилить как это все развивать какие сколько stories нам выкладывать в день чтобы это было максимально продуктивно в результате запилить курс продать его заработать денежек если у меня появляется другая хотелка к примеру хочу стать всемирно известным я сейчас опять же у меня не не растет кокос все плохо не растет инстаграм что мне делать как мне его развить вот если это меня будет колыхать да то есть если для меня это будет важно то я наверное придумаю контент-план и запишу там не знаю stories и shorts и рилсы в инстаграме начнут за счет их развиваться опять же если меня припрет то есть эта функция будет реализована только в том случае если мне это нужно будет вот и все сложно я уже я уже честно говоря сам потерялся потому что ушли уже вопрос про ретушь просто я когда вы захожу на твой канал мне такое ощущение что ты специализируешься на ретуши или это не так сейчас да 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 сейчас я обрабатываю фотографии но от силы одну фотку я делаю за 10 наверное минут не больше потому что меня у меня уже реально досталось и дети ретачить фотки если раньше для меня это было интересно я прям открывал фотошоп накидал слои корректирующийся elective color la bits каналы что-то там менял создавал умные маски придумывал то сейчас уже этот раш начинает проходить для меня больше интересно работать с творческой составляющей фотографии с ее начинкой с идеей ракурсом эмоции ей моделью динамикой в кадре конечно обработка никуда не делась я также стараюсь создать сохранить чистые цвета фотографии хорошие контрасты быть в тренде современного видения фотографии потому что тренды тоже существуют они там всегда меняются если раньше там лет 20 15 назад были популярны вот эти знаешь true russian wedding когда снимали со всякими блестяшками эффектами когда были популярны супер тонирование там вспомни 2012 год когда instagram появился там встроенные фильтры были которые сплитонинг делали вот этот болевотный просто на весь экран сейчас это уже не популярны этих фильтров нету их выпилили потому что они ужасно классика популярна классика останется всегда интересной за ней всегда будут наблюдать поэтому на пленку сейчас куча народа снимает пленку пленочные цвета пленочные контрасты пытаются привнести в цифровую фотографию в общем есть определенное видение да вот это вот это мода и я ее придерживаюсь я стараюсь оставаться в колее адекватной классики но при этом все-таки основной акцент я стараюсь уделить сейчас развитию творческой составляющей какой я уже сказал опять же эта динамика позы модели каково и фотографирую как я фотографирую где фотографирует так далее но опять же если посмотреть на меня и сравнить с максимом густаревым 2014 года я тогда делал один кадр за всю съемку один кадр давай так всю съемку ради одного кадра и придумывал что будет делать модель там я дома даже сидел ложился на пол и пытался изобразить позу которая должна была прийти модель а потом я и все объяснял то сейчас я уже делаю серии то есть я уже понял то что наверное заморачиваться с сложными идеями ты знаешь как к примеру репин снимает он прям вообще туда с чего уходит придумывает какие-то сюрреалистичные сюжеты очень круто прям охренеть как круто и мне это дико нравится я вот если бы я наверное был более усердным я бы этим занимался но я дикий лентяй я пошел по более простому пути по пути меньшего сопротивления и я делаю то что делается легко мне дико нравится общаться с моделями мне дико нравится коммуницировать и приходя на съемку я полностью меня мозг отключается я просто нажимаю на кнопку общаюсь и параллельно с этим пытаюсь как-то вот эволюционировать и эволюционировать спрогрессировать изменить деформировать свою фотографию хочу задать вопрос по поводу эволюции общения то есть ты сам упомянул что первая не съемка была тяжелой психологически а вот как как проходил как быстро вот этот переход к тому моменту как ты сейчас говоришь что тебе вот легко ты это обожаешь вот как это происходит на самом деле максимально быстро у меня переломный момент все таки был 2014 год когда мы открыли фотошколу потому что до 2014 года я вообще не разговаривал с людьми я был очень-очень замкнутым там не знаю ни одной из тут весны ни одного там представления школе я в них не участвовал потому что я считал что это очень-очень-очень-очень страшно что мне прям было страшно как на меня посмотрят люди со стороны я скажу чем тляпну не то 2014 году я уже на тот момент снимал портреты и вот общаясь тет-а-тет я испытывал этот страх я боялся кому не в коммуникации в об самой коммуникации то есть для меня намного легче был просто замкнуться закрыть рот и нажимать на кнопку там что-то может быть как-то советовать модели сделать какое-то действие но опять же для меня это было крайне сложно поэтому до 2014 года у меня не было коммерции потом было опять же свадьбу я снимал друзьям друзей за ценник который они мне просто знаешь так денежку дали сказали на молодец но все я это делал абсолютно молча в 2014 году мы открыли фотошколу и для меня было диким стрессом первые пять минут выступления на аудиторию в 300 человек то есть у нас там не 300 150 короче два два дня было по 150 человек общей массе 300 первые пять минут я выступал на аудиторию 150 человек и спустя пять минут выступления я не знаю что произошло возможно у меня в голове какой-то тумблер перещелкнул что это оказывается очень круто и мне это настолько понравилось я знаешь телепортировался из начала лекции в конец я вообще даже не мог вспомнить что происходило середины лекции я просто болтал болтал что-то рассказывал это было реально классно мне настолько понравилось и после этого у меня абсолютно полностью нормализовалось отношение к вот этом к этой коммуникации я просто намного стал раскованней более уверенным в себе и не фотография которая уже на тот момент была опять же с знакомыми с подругами она превратилась она начала масштабироваться и я вышел из круга знакомых из круга подруг я вышел на незнакомых людей по моему как раз 2014 год это год когда я начал писать в контакте предлагать всем съемки просто писать привет меня зовут так то вот смотри у меня есть такие фотографии на тот момент уже фотографии были там небольшое портфолио я сколотил я отправлял предлагал и мы ходили снимать это было очень просто и до сих пор я никаких проблем с коммуникации не испытываю а где вы это проводили куда вы ходили снимать парке природа в самаре очень классная река волга и у нас потрясающая набережная потрясающий берег каменистый берег где можно проводить спокойно хорошие съемки вот принципе там я в основном и снимал минимальный я снимал в студиях минимальная снимал в апартаментах в основном это были именно природные локации а зимой зимой тоже зимой тоже голод на улице да 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 у меня есть съемка где мы с девочкой фотографировались 26 декабря на улице было минус 25 градусов по цельсию мы приехали в лес я пошел срезать с в еловой рощи с каждой ель по веточке снизу у подножья потому что мне не хватило совести одну елку обрезать полностью поэтому с каждой елочки срезал по маленькому вот этому почти снизу ветки и сложил гнездо из елок и потом по команде модель выбегала из машины бежала в это гнездо из елок ложилась я ее фотографировал сверху у меня был canon 6d я его держал на штативе вот так в пузо уперев снимал дистанционно через сотовый телефон делал кадр сверху потом я обливал ее по кругу там в радиусе метра от модели обезжиривателем white spirit и поджигал это все дело и она лежала в центре горит огонь на улице минус 25 она орет максим мне холодно потом она горит орет максим я горю в общем было весело соманизм прям какой-то ну у меня до сих пор это съемка в портфолио там вконтакте на сайте можете посмотреть очень классный кадр я его очень сильно люблю до сих пор потому что он для меня является ну каким-то нестандартным то есть это не просто портрет девочки на фоне стены не знаю фото студии на белой циклораме это как раз тот момент те съемки когда я заморачивался с идеей и придумал что-то нестандартное а сейчас уже нет сейчас нет сейчас я уже не придумываю ничего нестандартное потому что это не является рычагом моего развития то есть если сейчас опять же есть определенный потенциал который можно во что-то вложить я могу сейчас полностью забить на youtube канал я могу полностью забить на все и там все в свое свободное время уделить созданию каких-то нестандартных необычных фотосессий к примеру как тот же самый репин он весь свой потенциал сейчас вкладывает в создание там контента который порождается из нейросетей там миджорни он очень классно коллаборирует с ней и делает крутые арты и он идет в правильном направлении потому что это очень хороший рычаг его развития в моем случае я сейчас не горю этим и у меня рычаг развития не в этой направленности я считаю что мой рычаг развития это youtube поэтому я сейчас постараюсь все свое время и свой потенциал уделить именно youtube каналу его развитию youtube в каком плане в плане продажи фотокурсов твоих нет 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 я наверное все таки отношусь к тому типу людей которые не являются давай давай придумаем введем новое понятие money drosher пускай такой не засыплены деньгах money drosher да вот я не money drosher мне в принципе хватает того что есть и но мне очень очень я наверное не money drosher но я аудитория drosher мне хочется чтобы у меня был лям подписчиков потому что будет лям подписчиков все остальное придет само собой и если опять же мне сейчас предложить что ты хочешь либо пять миллионов либо там 500 тысяч подписчиков на ютубе то я выберу конечно же 500 тысяч подписчиков на ютубе там 10 рублей за подписчика я думаю такая где-то конвертация сейчас вот но я считаю что пол ляма на ютубе от намного интересней просто интересней потому что аудитория всегда она деньги уходят а аудитория всегда остается с тобой и она более инертно она мне кажется ее легче монетизировать вот поэтому youtube все-таки для меня основы сейчас именно набрать аудиторию именно развиться конвертировать свой канал потому что на самом деле я не только хочу заниматься рассказывать о фотографии мне хочется частично перейти на техно блоггинг рассказывать на блоггинг на какой-то много что есть рассказать она на данный момент у тебя обзоров техники нет на канале да почему есть полно так а куда же переходить если уже есть я имею ввиду на технику не связанную с на грани на этом же канале да на этом же канале то есть постепенно постепенно привлекать туда аудиторию которая близка к фотографии но пока что не является ее частью то есть нету ничего давайте так скажем зазорного если человек не связанный с фотографией посмотрит обзор на не знаю какой-нибудь airtag к примеру а посмотрев обзор на airtag ему вылезет обзор на какой-нибудь не дай бог никон то почему бы он и не купит его и не перейдет на фотографирование не начнет фотографировать слушай а не дай бог никона что не так с никоном давай вот поподробнее говорят что он говно вот ух ты а я такой просто не слышал а почему никого короче они мне кажется знаешь почему смотри у меня есть теория никон закупает матрицы у sony вот а если sony по твоим словам говно то получается то что никон покупает говно у sony и становится сам говном вот видишь мы с тобой решили не мы не решили у sony матрицы это лучшее что есть там отвратительно все что вокруг матрицы в общем проблема никогда набор я хватаю камеру и она говняшка типа она не знаю плавится в руке неудобно лежит кнопка кусает тебя что посмотри у тебя 7 сия так правильно понял да самый лучший камер на свете и вот ты снимаешь на в анталии в турции на ярком солнце вот на это да да и как тебе экранчик видоискатель ну экранчик первое супер я по экрану вообще элементарно снимаю все очень четко все вижу и не испытываю вообще никакого дискомфорта а ты снимаешь по видоискателю ну если фотографирую в основном через видоискатель мне кажется что сейчас снимать через видоискатель это как заниматься сексом с выключенным светом ну то есть ты не испытывать тебе дико неудобно ты как бы хочешь посмотреть на что-то красивое когда держишь точку съемки снизу к примеру не знаю у тебя камеру у на полу липта и и поднимаешь высоко нас хрена не видишь и тебе хочется посмотреть для этого поворотный дисплей есть если у тебя такие съемки как у тебя когда у тебя девушка в ну условно вот в гнезде и тебе надо сверху поднять камеру конечно это по экрану снимается но а точка съемки снизу ну снизу да если это какие-то радикально такие ракурсы нестандартная но если ты снимаешь какой-то репортаж от своего роста то это гораздо удобнее делать вот так ну через видоискатель ну то что через видоискатель от головы ну да высоту можно так всегда остаешься на одном уровне съемки у тебя в принципе появляется ограничение ты не можешь уйти ниже ты не можешь подняться выше и ты не можешь балансировать между разными высотами вся получается съемка невариативная что-то снимаешь ну свадьбу к примеру ты снимаешь свадьбу тебя надо быстро подбежать не знаю там невеста ты понимаешь то что она падает спотыкается ты сразу попадаешь вместе с ней либо ты камеру просто вниз опускаешь и по поворотному дисплею уже от живота начинаешь вести съемку здесь фишка вообще на самом деле я считаю что видоискатель это уже дикий рудимент потому что в большинстве случаев даже когда яркое солнце пилит в глаза ты можешь обойтись поворотным дисплеем потому что его яркости для приблизительной приблизительного анализа образа и композиции его вполне достаточно а там то что перри экспонирована не перри экспонирована картинка это вообще-то срать тебе не надо это видеть на экране у тебя есть зебра которая показывает это зебра достаточно понять что у тебя там лицо не пересвечен это вид бы даже яркий сайт это как подход сони боя когда у тебя экран дерьмо откровенные у тебя есть только видоискатель и зебра потому что так видо короче Celine Да, вообще даже в видоискатель смотреть не надо, я на самом деле должен сейчас, на мой счет должны приходить бабки за рекламу Sony, потому что я говорю, Sony это кайф, Sony это кайф, на самом деле мне за рекламу Sony никто не платит, и я никак с Sony не сотрудничаю, не контактирую, вот я говорю то, что Sony A7, к примеру, Mark III лично для меня это говнище, для меня сейчас Sony A7 R3, R4 тоже говнище, потому что я снимал до этого на Sony A7 R3, и для меня 42 мегапикселя это было самым ужасным, потому что все дико тормозило, я скидывал файлы на компьютер долго, я их обрабатывал долго, в результате их загружал в Instagram, спрашиваются, нахрена мне эти 42 мегапикселя, она мне помогала только в нескольких проектах, когда я снимал для Минкульта в Питере проект виртуальные туры по самым главным достопримечательностям Петербурга, вот тогда мне для 3D панорам реально нужно было 42 мегапикселя, чтобы была высокая резкость, И второй этап, момент в жизни, когда мне пригодились 42 мегапикселя, для рекламы от металлургического завода я снимал здоровенные постеры, и вот там реально это было нужно, в остальных случаях, вот реально, она у меня лежит уже в ящике, я ей не пользуюсь, она у меня как запасная камера на всякий случай, вдруг, не дай бог, что-то произойдет с моей любименькой, замечательной Sony A7C, серебряным корпусе, супер эргономичным хватом, поворотным дисплеем, по которому я сейчас себя визирую, и она выглядит вообще прям классная такая камера, приятная. Вот, Sony A7R III лежит в ящичке, я ей не пользуюсь. Я хотел спросить, а снимал ли ты на нормальной беззеркалке современной? На нормальной беззеркалке, типа Sony, типа Canon, Canon EOS R, Nikon Z6, Nikon Z7, да, не, в первую очередь Canon, Nikon Z7, да, не, в первую очередь Canon, Nikon Z7, да, снимал. Вот на RR6R5, на RR, я снимал на R и на RR6, вот, ну типа, и там есть кнопка спуска затвора, это радует, она делает кадры, это радует, все, больше ничего не надо. Ты не ощутил, что Sony говно после этих камер? Абсолютно нет, ну, нет, абсолютно нет. Когда, окей, по каким критериям ты ощущаешь то, что, там, не знаю, Canon EOS R6 лучше, чем Sony A7C? Вот, давай сравнение, и там, и там, full frame, Sony A7C, вот эта бабская маленькая камера, и там, здоровенный, тяжеленный R6, в чем разница? Разница в том, что у Sony эргономика отсутствует, как таковая. Ну, что там этот экран, убожество полное. Ну, как, ну, как? На улице надо это снимать. Смотри, ты, когда в туалет ходишь, ты жопу какой рукой вытираешь? Это не к фотографии вопрос. Хорошо. Ты, когда сидишь, черно-оранжевый смотришь, какой рукой пользуешься? Чего? Хорошо. Жена есть? Нет. Хорошо, когда будет жена, ты какой рукой будешь пользоваться, когда будешь ее держать за грудь, левой или правой? Ну, обеими, конечно же, правильный ответ обеими. Но все же, дело в том, что вот вопрос эргономики, это настолько индивидуальная ситуация, то, что вот я держу в руках Sony A7C, и у меня проваливается мизинец под саму камеру, под батарейку туда, мне абсолютно это пофиг, потому что я держу камеру вообще не вот так вот. Я нажимаю на кнопку спуска затвора неуказательным пальцем, я нажимаю на кнопку спуска затвора большим пальцем, и у меня даже два пальца безымянный и мизинец, они уходят под камеру, потому что я держу в основном, ну, типа двумя пальцами. И в таком хвате мне работать намного удобнее. Поэтому говорить об эргономике, опять же, это раз. Вторая причина. Держать камеру так, я могу до любой кнопки на своей камере добраться правой рукой. Мне левая рука, в принципе, не нужна. Я могу держать сок в руке левой, пить его, а правой рукой снимать. На Canon EOS R6 можно так сделать? Пить сок во второй руке? Пить сок во второй руке, да. Не, ну ты можешь одной рукой нажимать на кнопку, там большим пальцем что-то крутить, но это не совсем удобно, там, если прям одной рукой пользоваться. Но тут вопрос в том, понимаешь, надо учитывать связку. С какими объективами она у тебя? А с какими объективами ты используешь? Я, к примеру, снимаю на блинчике сейчас. Мне нравятся суперлегкие объективы, компактные. У меня вот есть 24 миллиметра от Viltrox, который весит 300 грамм. И я одной рукой могу, не знаю, вот так на вытянутой руке камеру держать хоть весь день. То есть телевика светосильного у тебя нет? А зачем? Ну, портретного. А зачем? То есть типа 85, там 135, вообще. Но у меня есть Sigma 85 1.4, новая, но она тоже легкая. А сколько она весит? Да фиг знает, мне кажется, грамм 600. Ну, одной рукой это уже не очень такое выдержать. Ну, это в рамках допустимого. Видишь, мы опять с тобой скатываемся к тому, что сейчас вопрос к тому, что у Sony эргономика говно, а у Canon круто. Потому что я снимаю на 70-200, и вот у меня там полтора килограмма этот хобот от фотоаппарата торчит, и мне Canon удобнее держать. Это, опять же, субъективное мнение, которое работает только под твою ситуацию, под твою руку. Если бы ты был без правой руки, если бы ты был левшой, у меня ученик в Самаре был такой, и он держал камеру левой рукой. И вот здесь хочется просто взять его фразу, которую он точно скажет, если он будет смотреть наш сегодняшний стрим. Вот мы с тобой сейчас говорим об эргономике, типа неудобно правой рукой держать Canon Sony, а он скажет, идите его в жопу. Потому что он держит камеру левой рукой и снимает, и делает кадры на левую руку, без правой руки. Не, ну, про левши это совсем отдельный разговор. Поэтому такое себе, мне кажется, сравнение Canon и Sony. Ну, то есть, должны быть какие-то более объективные причины, почему Canon круче Sony. Sony, это же дело, ну, корпус там кривой, кнопки там кривые, меню там убогое. Причем, что новое, что новое лучше, но все равно. Но оно все кривое, ты берешь это в руки, и, ну, я не знаю. Ты играл когда-нибудь в Arcanum? Во что? В Arcanum. Нет. Steam of Magic. Короче, есть игра такая, старая, чтобы в ней разобраться. Вот есть, а окей, я в Dota. В League of Legends. О, League of Legends. Legends, Legends, я ни в Dota, ни в League of Legends не играл, но я тебя уверяю. Вот если ты сейчас в Dota зайдешь, тебе покажется интерфейс таким просто убогим. А каждый игрок Dota, придя в League of Legends, скажет, что у тебя говно. Поэтому, опять же, вопрос привычки. Только привычка. Только... Знаешь, где реально самый пососный интерфейс? Вот как ни крути, самый пососный интерфейс в Fujifilm. О, а что с ним не так? Потому что я, наверное, минут пять искал, как отформатировать карту памяти. Я недавно делал обзор на GFX 100S новенький, и мне нужно было отформатировать карту памяти. Вот я реально стоял как дебил, пытался найти. Ты заходишь вроде в замочек, там, в ключик. Самый нижний пункт, самый нижний вправо. Да, да, самый нижний пункт. Но в этом самом нижнем пункте, вместо того, чтобы найти фразу форматировать карту памяти, тебе нужно еще зайти в дополнительный нижний пункт, который называется пользовательские настройки. Вопрос. Какого хера форматирование карты находится в пользовательских настройках? В пользовательских настройках должно быть, там, не знаю, цвет интерфейса, звук, который будет издаваться, когда я буду нажимать на кнопку спуска затвора, но никак не форматирование карты памяти. Ну, я быстро нахожу. Мне просто надо в руки взять что-то. Ну, значит, ты ванга, значит, у тебя экстрасенсорные способности. Вот я взял в руки фотоаппарат. Допереть, что это находится в пользовательских настройках, это надо постараться. Слушай, а в Sony найти формат вот легко, да? В старом меню, в котором 8C. Ну, блин, ну фиг знает, мне легко. Опять же, я им пользуюсь. Если им кто-то не пользуется, никогда не пользовался, то, опять же, он начнет сейчас говниться, как и я, по поводу Fujifilm. Здесь исключительно дело привычки. Снимаешь на камеру, значит, привыкаешь. Ну, слушай, ну, у тебя же там еще в 8C, там же еще меню от A7 III. То есть, там, где у них не структурировано, что где находится вообще. То есть, у тебя оно разбросано просто как винегрет просто. И это нормально? У Fujifilm же есть логика в меню, там нет. Абсолютно. Нет, здесь тоже есть логика. Первая, вторая вкладка, фото, видео. Потом идут настройки сети, потом идут внутренние настройки просмотров. А потом опять настройки фото. Нет, там больше настройок фото нет. Но, опять же, мы поняли друг друга, то, что к этому нужно привыкать, ко всему. Не, ну, ты мне не объяснил, почему Никон говно. Вот с чем они разобрались. Никон говно, потому что это работает, как ни странно. Это элементарный рычаг давления на аудиторию. Точно так же, как шутку пошутить. Я не такой юморист, у меня не особо хорошо с юмором. Я не так хорош в, не знаю, импровизации. И самое простое, что может прийти в голову, это какая-нибудь острота про Никон. Если она работает, почему бы ее не использовать? Как она перестанет работать, я сразу прекращу. Здесь нету, нету, опять же, ну, нет никакой личной неприязни. Это просто шутки. Шутки за 300. То есть ты у себя на канале там Никон вспоминаешь добрым словом, да? То есть я так не заметил. Всегда люблю, да, моя любимая камера. А микро 4.3, как тебе? Тоже обожаю Олимпусы. Олимпусы, да? Лапочки, да. Бестолковые лично для меня, потому что я их никогда особо не реализовывал. Но, к примеру, у меня девушка, она снимает на Олимпус, и она делает потрясающие кадры. Давай так скажем. У нее был Canon 6D, она снимала посредственно, но она делала просто кадры. Потом у нее появился Олимпус, а Олимпус, ну, просто, я не знаю, для многих, могут ли вообще люди представить, вообразить себе ситуацию, когда ты переходишь с фулл фрейма на кроп? Это не кроп, это меньше. Ну, на МФТ, то есть для меня кроп это все, что урезано. Типа, на телефоне тоже корруп матрица. Соответственно, ты уходишь с фулл фрейма на МФТ. Это точно так же, как ты, гоняя по автостраде, уходишь с какого-нибудь Феррари на шестерку. Ощущения, наверное, похожие. Ну, кто уходит? Ну, девушка, что ж, а не ты? Ну, я не договорил. Так вот, соответственно, она, уйдя на МФТ, не сделала свое творчество хуже. Она его модифицировала, она начала снимать абсолютно по-другому. И новое видение картинки, новый подход, новое, наверное, отношение к фотографии, отношение само поменялось. Оно полностью трансформировало ее стиль, и она обрела себя в этом стиле. И сейчас она херачит просто сумасшедшие, умопомрачительные. Вот я смотрю на эти кадры, они реально красивые. Они очень интересные. И я когда смотрю на эти кадры, и, ну, я понимаю то, что это все снято на Олимпус, на мануальный объектив, там. А где их посмотреть? Я могу написать сайтик, сейчас напишу. А давай, вот, заинтриговал, давай сейчас покажем. Куда-нибудь напиши. А, ты мне в скайпе напишешь, да? Или куда? Нет, я в чат скидал. А, в чат. Сейчас проверю. Правильно я написал? Пока что я не вижу. Да, я все правильно написал. Вот, ну, можете посмотреть, потому что действительно очень-очень-очень-очень, давай скажем, новая мода фотографии. Это новая мода фотографии, потому что тенденция на шевеленку в кадре, на такие портреты, они появились, ну, там, может быть, год назад. Подожди, а где? Извини, я не вижу, где? Чатик, чатик, посмотри, чатик на ютубе, на ютубе чатик. Ну, я в чатике на ютубе, я не вижу тут. От меня сообщения? Нет. Нету? Ну, давай тебе сейчас в личку перешлю. Ну, давай, потому что как-то непорядок. Сейчас. Жду. И... Отправил. Так, я его сейчас скопирую в чатик. Сейчас. Вот, я отправил в чатик, можете посмотреть. Я могу сейчас включить демонстрацию экрана просто. То есть, вот это все там снято на Olympus, да? Да, это все, ну, там пересекаются съемки Olympus'овский и Canon 6D плюс 85 мм f1.2. Canon'овский, старенький, Elk'a, которая. Она совмещает эти две камеры и делает все очень-очень хорошо. Ну, здесь же чебе и тонирование немерено. Какая разница? Да, да. Тут аппарат еще не остается. Разумеется, в этом-то и прикол. Когда ты снимаешь на full frame, у тебя получается охренительно большая глубина резкости, у тебя получается чистый цвет. А когда ты снимаешь на кирпич, тебе нужно вытаскивать другими вещами. Тебе надо вытаскивать стилизации фотографий, тебе нужно вытаскивать динамикой, атмосферой. И вот эти кадры как раз с шевеленкой, они просто-напросто являются порождением того, что не дало наличия full frame. А для кого они ценные? Для кого это порождение что-то играет? Слушай, знаешь фотографию Питера Лика «Фантом», которая была продана с молотка за 6 миллионов баксов? Вот вопрос, какой дебил отдал за фотографию 6 миллионов баксов? Наверное, у этого человека в голове что-то триггернуло при просмотре этой фотографии. И этот триггер заставил человека купить, отвалить эти бабки, купить эту фотографию. Вот здесь происходит очень похожая ситуация. Вот эти девочки, которых ты видишь на экране, таких девочек очень много у нас вообще в мире. И у каждой этой девочки срабатывает в голове триггер, который заставляет их захотеть увидеть себя такими же. И Инна просто является инструментом реализации таких фоток. Ну давай иначе скажем, то есть они готовы платить за фотки? Они платят. Платят за вот это? То есть они не готовы платить, они платят и платят хорошие деньги. То есть сейчас на фотографии, на коммерческой Инна полностью зарабатывает, себя содержит. Это бесспорно очень-очень хороший заработок. Я иногда смотрю на ее творчество, так и думаю, блин, я наверное чем-то не тем занимаюсь. Если она бабки на этом зарабатывает, а я особо не фотографирую. То есть она более коммерческая, чем ты, да, в этом плане? Конечно, она абсолютно коммерческая. У нее фотография стопроцентно коммерческая. Я вот тут смотрю серию где-то в скалах, в воде. Это на Олимпус снято? Да, да, это Олимпус. Ну там есть и 85-ка кэноновская, на Кэноне 6D, но и Олимпус. Они в перемешку. Она на две камеры. Она две камеры вешает на себя и бегает. Ну, если перевести все в грязное ЧБ, то неважно, да, на что. Можно и на телефон. Конечно, можно телефон, можно пинхол фигачить. Но, понимаешь, если ты пинхол дашь в руки человеку, у которого руки из жопы, то это не решит проблему. Если ты человеку покажешь, дашь технику размазывания и скажешь поставь выдержку одну двадцатую секунду и давай-ка поделай кадры, то человек с руками из жопы будет делать говно. Ну, примерно как на Никон. А в случае Инны даже на Олимпус получается очень красиво. И это монетизируется. То есть мне, давай так, для меня является показателем конечная реализация функции фотографии. У Инны функция фотографии – это заработать бабло. Если эта функция выполняется, то, значит, она для меня лично, для моего анализа, она вполне успешный фотограф. А где она себя продает? В Инстаграме или где? Инстаграм? Да, Инстаграм. Ну, именно откуда клиенты? Из Инстаграма? Инстаграм. Да, в основном Инстаграм. Окей. Так, давай, наверное, чатик посмотрим. Тут уже, наверное, набралось вопросов, наверное, много. То, что пишет. А, знаешь, о чем мы не поговорили? Ты же амбассадор Sigma, правильно? Да. И мне интересно, вот в чем состоит это амбассадорство. Ты какой-то с договором подписывал, да, я так понимаю? Нет, никаких договоров я не подписывал. Дело в том, что в 2016 году, краткая история моего амбассадорства с Sigma, в 2016 году я написал компании Sigma, сказал... А, я написал многим компаниям. Я написал Sony, я написал Olympus на тот момент. А, нет, Olympus я не писал, потому что для меня MFT это хрень. Olympus я не писал. Я написал только Sony и Sigma. Sony мне не ответили. Я попросил у них объектив на обзор. Я ездил в Исландию и хотел взять какое-нибудь стекло на обзор. Написал также Sigma. И Sigma мне ответила. Но они сказали то, что на данный момент у них 85-ки 1.4, арт новый, вот этой здоровенной, которая под килограмм весит, у них на тот момент не было. Но им очень понравилось мое творчество. Поэтому они мне предложили амбассадорство. Сказали, вот давай напиши текст о себе на русском английском языке, присылай нам, мы отправим в Японию. В Японии, если тебя утвердят, значит будешь нашим амбассадором. Но в результате они меня утвердили. Я стал амбассадором. Они мне присылают технику, я на нее снимаю, ну и вот. То есть у меня сейчас от них 85-ка и 24 миллиметра. Объектив есть, остальные объективы я отдал. То есть тебе их дают бессрочное пользование? Да. Не дарят, а дают попользоваться, но не ограничены. Да, не дарят. То есть это не дарят, это дают пользование, пока они мне не надоедят. Я их не могу продать, я их не могу никак реализовать, но типа пожалуйста пользуйся, снимай. И у тебя аж два объектива таких шаровых? Да. И в чем фишка? Ну а, ну ограничений нет, да? То есть говори, что хочешь. Да, пожалуйста. Типа если где-то говно, говоришь говно. Ну типа мне нравится Sigma за их резкость, контрастность, чистоту цвета за их сборку. Ну кроме 24-70, у которого пыль под первую линзу залетает. Но сейчас мне не нравится в них единственное. Это то, что я лентяй. Ну типа мне таскать с собой тяжеленную линзу не хочется. Поэтому с собой в путешествия, к примеру, если я куда-нибудь еду погулять, то я с собой беру там легенький Viltrox. Мне с ним намного удобней. Но оптическая Sigma лучше, чем Viltrox? Намного лучше. Но тяжелее. Но тяжелее. И приходится выбирать из двух зол меньше. А у меня такой вопрос. Если ты снимаешь женские портреты, зачем тебе эта сверхрезкость? Что все прыщи было видно? Все поры кожи? Только нет, я ретуширую прыщи, поэтому там все окей. Нет, здесь вопрос рисунка боке, наверное, в первую очередь. Если сейчас серьезно взять в прямом виде, в прямом сравнении, посмотреть на картинки Viltrox и Sigma, Sigma на голову впереди по рисунку боке. Про рисунок боке я говорю о его структуре, о его почерке. Опять же, почерк такая вроде абстрактная херня, на самом деле нет. Если ты посмотришь на Viltrox, то фон будет размыт в молоко. У него не будет никаких контрастных завитушек, у него не будет никаких резких краев от источников света. У Sigma это намного более контрастно. И вот когда ты, к примеру, фотографируешь человека на фоне расфокуса, не знаю, к примеру, дерево, либо камни, на Viltrox'е расфокус просто вот это такая, получается, коричневая поносная хрень, полностью размазанная в молоко. А на Sigma камень в расфокусе, он начинает приобретать структурные вот эти завитушки. Мне эти завитушки очень нравятся, поэтому Sigma лучше. Неожиданно. Потому что обычно про Sigma говорят, что там бокашка самая скучная и унылая. Вот, да. Тоже слышал и не раз, говорят, типа, на Sony намного лучше, интереснее бокешка. Но вот опять же, я поснимал и на то, и на то, и на G-Master я фоткал. И как раз и на Canon, причем у меня было сравнение, не на YouTube, еще, наверное, одно из моих первых сравнений, когда я покупал Sigma 35mm f1.4. Я ее сравнивал с Canon-овским 35mm f1.4 L. И вот 35-ка L, у меня в портфолио даже кадры на нее есть, они мне намного показались скучнее по рисунку боке, вот именно по закрученности завитушкам вот этим долбаным, которые мне так нравятся. Он мне понравился намного больше. Я бы, на самом деле, снимал на советский Helios 40-2. Это 85mm f1.5. Для меня по рисунку боке это самый топовый, самый классный, интереснейший объектив. Такой не такой, как Sigma, совсем другой. Но, к сожалению, первое, это 85mm, а я не люблю большие фокусные расстояния. А во-вторых, это резкость. Ну, там все-таки разрешающая способность у него, я думаю, вообще где-то в мегапикселе 10. И только по центру. Да, и только по центру, все верно. По краям же там нет, по сути. Не, ну, насчет бокашки на Sigma ты удивил. А какие фокусные у тебя? На 24 ты имеешься удобно, бокашка. Да, в основном я сейчас снимаю на 24. Ну, так там, не, ну, да, там есть бокашка, да. Есть бокашка, но она не такая хорошая. Типа, с одной стороны, можно вообще дырку закрыть на f5.6 и фигачить размазюльки, как Инна. Почему бы и нет? Но я пока что до этого не дорос. Мне нравится то, что я делаю сейчас сам. Пока что я дорос до размазюльки через фотошоп. Нашел прикольный способ. Скоро, думаю, на днях запишу видеоурок на YouTube о том, как делать размазюльки в фотошопе. О-о-о. У меня как раз сейчас, я в Инстаграм выложил серию. И вот в моей последней серии сейчас в Инстаграме как раз эти размазюльки, они реализованы именно в фотошопе. Выглядит естественно. Да, я смотрю, тут народ зацепился про твою фразу про руки и жопы. Тут столько комментариев было. Че-че-че, руки и жопы? Ну, посмотри на сообщение. Так, давай посмотрим. Так. Высота. Технодрочеры. Та-та-та-та. Олимпус вообще топ. Буду брать, снимать кино, согласен. Вот там, если взять руку Сигме, а в другую Вилтрекс, то какой рукой подтираться? Блин, я бы выбрал, наверное, Вилтрекс, потому что все-таки Сигму не хочется пачкать. Она как-то хорошенькая. У Вилтрекса, короче, я могу вам сказать одну штуку. Вот, давайте, сейчас покажу. Че меня бесит в плане эргономики. Вот смотрите, у Вилтрекса вот здесь есть кольцо диафрагмы. Помимо того, что оно скрипит, помимо того, что оно вот просто собрано как-то ублюдски максимально, оно острое. И когда я хватаюсь рукой за камеру, я своим средним пальцем упираюсь в эту зазубренную поверхность. И это сильно натирает палец. Это проблема Sony как раз. Это проблема Вилтрекса. Если бы этого срани здесь не было, то все было бы хорошо. Потому что у Sony корпус и байонет от кроп потика, а ты его пользуешься, ну, а сделали из него фулл фрейм. И туда одевается какой-то толстый объектив, и это же проблема среднего пальца, который там всегда открылся. Sony A7C фулл фрейм. И Canon EOS какой-нибудь RP, R6, R5 тоже фулл фрейм. А ты в курсе, что Sony A7C в полтора раза легче и значительно компактнее? Я его могу убрать в карман. Вот именно из-за этой компактности с эргономикой там проблема. Потому что у тебя... Я, соответственно, предпочел отсутствие этой эргономики и компактности вместо того, чтобы дрочиться с здоровенной камерой. А почему бы ты не купил кроп, кстати? Компактная камера. Ну, размер матрицы все-таки имеет значение. Для того, чтобы постить в Инстаграм в низком разрешении, какое оно значение имеет? То есть, пресетик зафигачит? Тогда ты не сможешь раскрыть весь потенциал, к примеру, той же самой Sigma. У меня основной объектив, как ни крути, в основном все основные съемки у меня реализованы на Sigma 24mm f1.4R. И кроп камера не позволит тебе раскрыть и получить то самое любимое мною боке. Именно на широком угле? Ну, конечно, да. Угол-то будет узкий, и все. Сейчас, наверное, сломаю мозг, но, короче, ребят, такое максимальное количество противоречий. Я когда снимаю на 24mm, сейчас вообще просто откровение, камин-аут можно сказать. Я когда снимаю на 24mm, я снимаю горизонтальные кадры, но выкладываю в Instagram, я в большинстве случаев, центральную кроп-часть. То есть, я отрезаю левую и правую части и выбираю центральную часть. То есть, у меня в Instagram на самом деле кроп из фуллфрейма, а фуллфрейм кадры у меня все в ВКонтакте и на сайте. Они горизонтальные остаются. И вот то, что видно в Instagram в портфолио, это все часть только того изображения, которое на самом деле имеется. А фуллсайз я загружаю на Behance, на ВКонтакте, на 35фот и так далее. А на OnlyFans? Нет, у меня OnlyFans нет. Как? Я, кстати, думал насчет того, чтобы завести OnlyFans, и это было еще, наверное, года два назад, когда мы все сидели на карантине, на ковиде. И тогда, хорошо, я завел не OnlyFans, а я завел Patreon. Потому что контент на таких сервисах подписки, типа OnlyFans, Boosty, Patreon, Fansly, еще какие-нибудь там, опять же, сейчас много уже платформ появилось дополнительных, он должен быть строго сегментирован. Он либо должен быть эротическим, либо он должен быть познавательным, либо он должен быть развлекательным. Ну, хотя эротически развлекательный можно в одну платформу, в одно, в один критерий занести. Соответственно, он либо должен быть развлекательным, эротическим, либо познавательным. Я отнесся все-таки к созданию познавательного контента, потому что этим мне делиться намного более интересно. А эротический контент, ну, я не делаю такого большого количества съемок, К примеру, как, не знаю, Лобанов, Пистолетов, Илья Кузнецов, либо Леша Трифонов, которые делают по 10 съемок в день. Вот у них самый идеальный вариант как раз зарабатывать и вообще простраивать контент на эротическом, в эротическом ключе. Потому что контент просто есть и есть из чего составлять эти съемки. А у меня этого нет, я больше познавательный контент делаю. Мне раз в неделю я обрабатываю файлы, либо провожу съемку, снимаю бэкстейджи. Бэкстейджи закидываю в Патреон. Почему бэкстейджи? Потому что, во-первых, люди видят, как я работаю с моделью, они понимают, как я общаюсь, какие фразы я говорю, как я нахожу позы, потому что позы, ракурсы, локации, это все придумываю я. У меня нет такого, что модель, я на самом деле очень много контролирую на съемке, от этого надо тоже постепенно избавляться. Ну, не то, чтобы избавляться, просто давать модели двигаться тоже самой. Но так как я работаю в основном не с ультрапрофессиональными моделями, очень многие из них это просто девушки, которые никогда не фотографировались, мне приходится контролировать процесс от начала и до конца. И прям говорить, куда поставить руку, куда повернуть попу, куда направить грудь. И вот это все, оно бывает полезно для начинашек. Поэтому я снимаю бэкстейдж, прям ставлю гоупроху на камеру, провожу съемку, там 40 минут бэкстейджи, бах, закидываю на Патреон. Люди смотрят, это не эротический контент, там нет такого, что модель сама позирует, свои сиськи там в камеру трясет. Нет, этого ничего нет. Даже если это new, то это со стороны иногда даже выглядит комично, потому что мы шутим, и для того, чтобы достичь нормального кадра, приходится много-много произвести манипуляций. Вот. Поэтому в моем случае контент у меня исключительно познавательный. Ну, тем более там PSD-шки, разобранные по слоям со своей обработкой. Видеоуроки иногда я записываю, тоже полезные вещи. Это никак не эротика. И поэтому OnlyFans, который создан для эротики, в моем случае не прокатывает. Поэтому у меня работает Boosty и Patreon. То есть тебе больше интересно обучение? Да, мне больше интересно обучение. Понял. Ну, давай посмотрим еще на вопросы, потому что вы уже столько всего написали. Ага. Что вам усы мои не нравятся? Охеренные усы, не буду я забревать. Мне друзья тут недавно просто увидели меня первый раз с усами, такие, боже мой, вот это что за жесть, Максим, убери их нахрен. Девушка уже рядом со мной такая ходит, типа, Макс, Макс, ты мне и такой нравишься, я... Спасибо. Усы, кстати, классная штука. Если еда остается на них, потом можно перекусить. Так, что-то я конструктивных вопросов не вижу. Народ пьется. Конструктива нету, нормально. Конструктива не было, да. Так, ребят, давайте спросите что-нибудь про... Вон, последний вопрос. Хороший вопрос. Сколько моделей переспал? Я не считал, не спал я с моделями. С моделями... Фотографы с моделями не спят, с подругами, да, с моделями нет. А, слушай, у меня вопрос, я у тебя в Телеграме листал, там видел, девочка написала, а можно мне Рафаилы? Ты ей говоришь, можно, если победишь в КС. Она победила или Равов не увидела? Это Оксана Бутовская, Рафаилов она не увидела, но не потому, что она не победила в КС. На самом деле она не победила в КС, я ее победил в КС, мы играли в КС 1.6, вот, а Равы я ей не скинул, потому что я забыл тупо, вот, но я ей обязательно скину. Мы просто хорошие друзья и, типа, нет, здесь нет такого-то, что я тебе не скину, Рафаилы, иди в задницу. Ну, вообще, я Равки, конечно, никому не отдаю из моделей. А почему? Ну, а зачем? Ну, типа, лишнее тело движения. То есть, мне надо 7 гигов закинуть на файлообменник, намного легче сказать нет. Ну, учитывая то, что это ТФП, да? Да. Да, если даже коммерция. Если даже коммерция. У тебя есть изначальные условия. У тебя есть изначальные условия, с которыми клиент соглашается, либо не соглашается. Опять же, следующий вопрос, предугадывая, я могу сразу на него ответить. Как я отношусь к тому, обрабатывают ли, переобрабатывают ли мои фотографии модели и выкладывают к себе? Без проблем. Я буду только рад. И вот если возьмет модель мой снимок, переобработает его как каким-нибудь пососным пресетом, закинет к себе в портфолио, я буду только счастлив. Потому что человек, который зайдет к ней в портфолио, увидит эту ужасную обработку, скажет, что же это за засранец, я и так обработал фотографию. Если будет на мне ссылочка, этот человек перейдет на меня, увидит то, что у меня все окей и скажет, боже мой, видимо, что-то с моделью не то. Ну, вопрос ты не угадал. У меня другого вопроса. Нет, я так просто. Вот эти условия для клиента, они у тебя написаны или ты каждому подробно все проговариваешь? Нигде, никому ничего подробно не проговариваю. Модельный релиз я не заключаю, даже на ТФП-съемках, потому что я сейчас не реализую съемки, их никак не монетизирую. То есть, к примеру, я только недавно завел себе аккаунт на Foundation, закинул туда одну фотографию, и если я буду продолжать заниматься этим, то те съемки, которые я буду закидывать, я буду с моделями заключать договор. Но, по большей степени, это, наверное, единственная причина, зачем мне это нужно делать. Проговаривать условия со всеми нет. Даже когда ко мне приходит коммерция, просто коммерческая съемка, я тебе сейчас это покажу, сейчас, момент. У меня был вопрос, как происходит информирование, потому что ты говоришь, что люди соглашаются на условия. Откуда они о них знают? У меня есть ландосик. У меня есть ландосик, сейчас тебе его скину. Ти-ти-ти-ти-тин. Который я скидываю своим моделям. Перед тем, как мы начинаем съемку. Все, я тебе скинул. Он закрытый, типа в него нельзя попасть извне. То есть, если у тебя прямой ссылки нет, то на сайте ты эту страницу не найдешь. Я людям могу скинуть? Да, без проблем, конечно. Скрытая ссылка, только для нашего стрима. Смотрите. Это ссылка для моделей. Просто, чтобы облегчить себе жизнь. Я вот скидываю эту информацию, и здесь все предельно просто написано. Я не говорю конкретное количество кадров, сколько мы сделаем. То есть, у меня нет такого, что я говорю, у нас будет с тобой 30 кадров в ретуши плюс 350 в обработке цвета коррекции. Я считаю, что это прям вот сверх непрофессионализма. И если вам нужно человеку дать какие-то конкретные обещания, то скажите просто, что вы сделаете вот, не знаю, там, классную съемку. Просто классную съемку, которая в себя может включать от 10 до 30 фотографий. Это будет намного легче. Во-первых, это вам развяжет руки. Во-вторых, меньше будет вот этих условностей, что 35 фотографий в ретуши плюс 50 в цвет коррекции. Ну, не знаю. У меня вообще происходит так. Я фотографирую... Я изначально объясняю модели то, что мы будем стремиться сделать просто хорошую съемку для моего инстаграма. То есть, задача просто я для себя... Для твоего инстаграма. Для моего инстаграма. То есть, не для ее инстаграма, а для моего. Я делаю в первую очередь для своего портфолио съемку. Если тебя это устраивает, погнали. Но я постараюсь сделать круто. Если модель заинтересована в съемке, если она сама проявляет к этой съемке интерес, если она подготавливается к съемке, находит одежду, которую я скидываю по референсам, можно открыть Pinterest и скинуть референсы. У меня в сохраненках есть несколько референсных вариантов одежды, которые я также перекидываю. Я, соответственно, перекидываю, говорю, давай, вот ищи это, это, это. Если человек подготовился, если человек несколько образов принес на съемку, то не ограничивается одной серией. Я могу сделать две. У меня был, могу две, могу три сделать. У меня был такой случай, когда в Питере я фотографировал девушку, и она подготовилась к съемке очень хорошо, она подобрала несколько образов, и по цене одной съемки мы с ней провели подряд, сразу вот в один день. Просто съемка дико затянулась, она настолько легко прошла, потому что были первые вообще офигенные образы, второе, сам процесс, коммуникация была налажена очень хорошо. И в результате мы реализовали три образа. И два из этих образов зашли ко мне в портфолио, то есть я прям разместил у себя их в портфолио. Вот и все. Поэтому здесь зависит, наверное, все-таки конечная цель, это не сделать 30 кадров, не сделать 50 кадров в цвет коррекции, а просто провести качественную съемку, от которой все будут довольны. А я хочу уточнить, вот я сейчас включу вам демонстрацию экрана с вот этим лендингом. Здесь женственный портрет и фото девушки, и здесь вот у нее на шее много складок таких почти морщин, вот на подмышке есть, то есть это недоретушированная фотка, это специальная, ну видно же, вот прям центр кадра нам показывает такую зону, где она просто... Незнакомая девушка, кстати. Что-что? Незнакомая девушка? Нет, мне незнакомая. Мне незнакомая. Ну ладно. Ну, ребят, напишите в комментарии, узнали? Ну, я думаю, твои подписчики знают, если они тут есть. Да не только, не только, не только лишь все ее знают. Мало кто не знает. Нет, вот эти складки на шее, я их стараюсь сохранять. Я их не удаляю, потому что я считаю это естественным. Также я не удаляю родинки, я не удаляю там, витилиго пятна, какие проблемы с пигментацией, шрамы. То есть если мне модель во время съемки прям говорит, Максим, пожалуйста, можешь ли ты удалить мне вот этот шрам, у меня такого еще ни разу не было. Не, не было. То я, соответственно, удалил бы, но не было такого. Тут еще интересная такая фраза у тебя была. Будешь лояльный, тогда мы сделаем за одну съемку не одну серию, а пару, может быть, даже и три. То есть дело, знаешь, не в сериях, а вот сам посыл такой, типа будешь хорошей паренькой, подчинись, и все будет замечательно. Все верно. Нет, здесь не в подчинении речь, здесь речь в заинтересованности. Я сам столкнулся с такими съемками, с такими клиентами, которые для меня были очень сильным триггером. Я человек очень ранимый, и когда я фотографировал Александра Реву, знаете такого из «Утомленные солнца» комеди-клаба и так далее. Ты снимал его, да? Прикольно. Да, я как-то ему сделал портрет, вот. И это было в гостинице в Самаре, он приезжал на чемпионат мира по футболу, мне нужно было его сфотографировать. Я его прождал три часа, и после того, как я его отфотографировал, единственная фраза, которую он мне сказал, это «поздравляю». С чем он меня поздравляет? То есть там честь в этом выше небес, да? Тем, что я сфотографировал его высочество, ну, я понял то, что у человека что-то с головой не то, и такой думаю, ну, и как бы, слава богу, больше, я надеюсь, с такими людьми мне работать не придется. Потом я фотографировал, и я фоткал Федора Бондарчука, Ёлку, Полину Гагарину, Артемьева, это все в Москве было, и вот каждый раз, когда ты фотографируешь этих людей, Илью Авербуха, когда ты фотографируешь этих людей, у тебя, ну, знаешь, вот реально, есть много адекватных людей, которые вот не то чтобы понебратство, но они спокойно к тебе относятся, они относятся к тебе как к простому чуваку-фотографу. А есть люди вот реально с очень высоким ЧСВ, и я попытался от этого, вот я прошел через это, и я пытался от этого максимально быстро уйти. Поэтому каждый раз, когда ко мне приходит клиент на съемку, я заранее даю понять, что нету разницы в нашем социальном статусе. Мне пофиг, на чем будет, сколько зарабатывает этот человек, на чем он ездит, и насколько он крутой, крутая фифа. Мы всегда общаемся на одном языке. И то, что тут все на «ты», но имеется в виду, что эта страница отправляется уже знакомую, ну, то есть вы уже разговаривали, потом ты отправляешь эту страницу. Человек мне пишет, запрос идет по съемке, я сразу скидываю эту страницу. То есть сходу на «ты» получается, тут все так понебратски написано. Да, 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 я сразу на «ты». То есть если мне человек пишет на «вы», я сразу пишу, я не пишу сразу типа «эй, здорово, че, как?». Нет, я обязательно говорю, ты не против, если мы с тобой перейдем на «ты», потому что для меня это очень, ну, для меня это важно на самом деле. Ну, знаешь, вот единственное, что мне непонятно, а зачем ты разбиваешь на две части оплаты? Что не сразу? Сейчас уже, сейчас уже принимаю сразу. То есть если раньше, там опять же, пока я был в Питере, я принимал оплату через «эквайринг», то сейчас нет. А, ну, понятно. Так, давай посмотрим чат, что там. Блин, че, никто Евуэлфи не узнал, алё? Это Евуэлфи. Я не знаю кто это. Да, конечно, никто не знает. Так, на что стримишь? Я на Fuji стримлю. А ты на что стримишь, кстати? На Sony, да? На Sony Asmc, да. У меня сейчас стоит Sony Asmc и объектив Nisi 15 мм f4. Ух ты. Я могу поставить на самом деле сейчас момент. Сейчас я могу показать кадр целиком, чтобы люди заценили ширину. Вон, экран там видно. Ага. Да. Сон, так все тянет. Так. Ну да, это широкая штука. Ухо. Возвращая назад. Сейчас я поставлю 24 мм. Прямо так в процессе? Да, это чё, конечно. Ух ты. Сейчас будет вал. Это же не Nikon, его не жалко. Ну да. Появилась бокашечка. Сейчас, 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 все будет. Ну, все. Ну, мы не покажем весь кадр, чтобы люди заценили, что такое 24, 1 и 4. Вот. Он, вплотную камеру стоит, близко совсем, да? Ну, на расстоянии, вот, вытянутой руки. Я прям дотрагиваюсь до объектива. Ну да. Но при этом почти вся комната влезает. Да, да. Тоннельный 15 влезал, N24. 15 мм. Не фокусирует. А, вот, вот фокус есть. А, мануальный он, да? Не фокусирует. А, вот так. Он, да, мануальный. И, на самом деле, такой себе объектив. То есть, его цена абсолютно не оправдана его характеристиками. Сколько он стоит? Я думаю, он сейчас стоит в районе 500 баксов. А-а-а. 500 баксов за 15 мм f4 ручной. Типа, блин, сам Янг 14 мм f2.8 будет намного интереснее. Чем это стекло. А что там с резкостью не очень хорошо? Не, резкость идеальная. Резкость потрясающая. А что не так? Цена? Не, ну, если там не дисторсии, если там все в порядке, то это нормально. Ну, дисторсию я могу выправить на посте. Ну, ты интерьера не снимаешь. Я интерьера снимаю. У меня, кстати, есть даже портфолио интерьерное. Хотите покажу вам интерьерное портфолио. На 20 мм. На сигму 20 мм f1.4. И я снимал. Если найду, вам скину. Вот. Пока можете вопросы поздавать. Да, я сейчас посмотрю, что пишут. Что-нибудь интересное. У Максима Скентон в Мадженто ходит. Сони вопрос. Да, ответили, что Сони СМС. Вот вопрос у человека. Можно ли фоткать качественно на Zoom? Или надо на фиксы переходить? Что ты скажешь? Философия моя, что снимать можно на все, что угодно. Главное, чтобы это был не Никон. И главное, чтобы это не были Zoom. Это сейчас опять, ну, знаете, такая, типа, тупая шутка Костарева. Но на самом деле, ну, как ни крути, если вы новичок, если вы начинающий фотограф, и у вас еще нет опыта, если у вас еще нет понимания, чем отличается кроп от фулл фрейма, зум от фикса, большое фокусное расстояние от малого фокуса. Вот если вам здесь и сейчас нужно какой-то имба-аппарат, то это фулл фрейм с 85-кой на открытую дырку. Вот это для любого начинающего фотографа рабочий комплект, как сделать художественный портрет с размазанным задним планом. Потом, впоследствии, переходить на более широкие фокусные расстояния, типа 24 мм, 35 мм. Ну, а если уже познаете и это, то можно усложнять себе жизнь, можно переходить на фиксы, можно переходить на зумы, можно переходить на закрытые диафрагмы, потом можно уходить вообще в МФТ, если вы захотите. Тут выбор, он безграничный. Но если хотите здесь, сейчас, быстро, просто, и чтобы это работало, фулл фрейм и большое фокусное расстояние лучший вариант. Вопросы, наверное, буду приличные читать. Так, я скинул ссылку, это чемпионат мира по футболу, там не интерьер, но репортажные фотографии, просто, если кому-то интересно, репортаж. Я сейчас скину, да? Да, я снимал репортаж на 20 мм и на 85 мм, я постоянно их перецеплял, но это получился хороший репортаж с точки зрения атмосферы. Атмосферы именно присутствия, нету вот этих документалистических каких-то триггеров плоской картинки, нету плоской картинки. Если под плоскостью мы в том числе и понимаем размазанность, размытость, размазанность совместил, размытость заднего плана, то вот эти фотки, которые с чемпионата мира вы можете посмотреть, они реализованы с портретным настроением, таким хорошим, размытым задним планом. Так! Тут вот Дима Барулин написал, но у меня было интервью просто, уточняю, написал шевеленку, еще на фулл фрейм делали Сара Мун себе карьеру, делала еще в 80-х на этом. То есть речь о том, что эта тема уже пройдена давным-давно. Конечно, конечно пройдена, просто есть, знаете, как с спиннером, типа подшипник и херню на подшипнике придумали тоже очень давно, но почему-то фиджет спиннер начал быть популярен только в 2020-19 году, его начали все скупать. Потом эти пупырки, поп-ит, тоже были хлопушки, вот эта упаковочная пленка, она всю жизнь существует, никто на нее не смотрит. Все начали вдруг скупать эти поп-иты. Вот то же самое с шевеленкой, ее сделали уже тысячу лет в обед до нас. Все ее делали, блин, реально очень много народа, и наши соотечественники тоже делают ее. Современные ребята там с 2016 года заседская фигачила. Блин, да, бесспорно, но сделать это массово и прийти в массу, влиться в массу, в общую толпу, вот это нужно угадать в момент. Сейчас стали популярны, вспомните, время ТикТока. Я очень хорошо помню момент, когда ТикТока еще в России не было, и мне писали какие-то чуваки, типа скауты ТикТока, мне писали, говорили, типа, чувак, смотри, скоро появится сеть ТикТок, давай пиши ТикТоки. Типа тебе надо танцевать под музыку, какую-то херню делать. Ну, я вроде уже усатый дядька, такой херней я заниматься точно не буду. На тот момент я думал, типа, кому она нужна, я что, шут? А потом передумал. Оказалось, что этим я занимаюсь сейчас на Ютубе, вот, а мог бы тогда заниматься ТикТоками, сейчас был бы с какой-нибудь там двух-трехмиллионной аудиторией. Поэтому здесь просто нужно в нужный момент времени попасть в этот или иной тренд. Слушай, ну, на ТикТоке гораздо, насколько наслышан, проще набирается в аудитории, чем на Ютубе, даже сейчас. Аудитория набирается везде, там, где есть контент. Вот если я сейчас просто, не знаю, там, на слабо себя возьму, но я себя на слабо брать не буду, каждый день, там, не каждый день, два раза в неделю я буду выпускать ролики с качественным продакшеном, я все свое время буду тратить на продакшен, на именно интересный, придумывать всякие там интеграции, шутки и так далее, то Ютуб начнет расти. Это, ну, как ни крути, это... Тут закономерность очень проста. Ну, я говорил именно про ТикТок, что он, ну, как сказать, на Ютубе тяжелее набрать подписоту, чем в Инстаграме, чем в ТикТоке, алгоритмы еще другие. Но эти алгоритмы сейчас пришли и в рилсы, типа, пожалуйста, можно рилсы фигачить. Сейчас на рилсах многие взлетают и Инстаграм прокачивают. У меня друг, он, кстати, сейчас в Анталии тоже, он фигачит рилсы, и за, буквально, он, у него было что-то в районе 10 тысяч подписчиков в Инстаграме, он начал пилитерился сейчас, за, там, несколько недель до двадцатки взлетел. Ну, то есть, очень быстро. Это уже фотограф? Да, тоже фотограф. Пишет смешнюльки. Типа бэкстейджи или что? Нет, нет, зачем? Шутки. Леша Комаров, можете посмотреть. Как? Леша Комаров. Леша Комаров. А, ну, можете поискать. Вот, поищите, посмотрите. Тут уточнили, что форматирование карт памяти Fujifilm нажать на корзину 3 секунды, и заднее колесико моментально открывает в меню раздел форматирования карт памяти. Я не знал, теперь знаю. Прикольно, я тоже, будем умнее. А, кстати, как тебе средний формат Fujifilm? Мне понравилась резкость. Ну, типа, качество картинки, конечно, на высоте. Ты можешь увеличивать, получить идеально резкие ресницы, каждый волосок его видно. Это классно. Ну, вот, вау-эффект от того, что ты увеличиваешь картинку. Если бы я занимался съемкой рекламы, там, здоровенных билбордов, я бы, конечно, ну, был в необходимости этой камеры. Но я этим не занимаюсь, поэтому необходимости нет. Только резкость, это единственное, что... А объем, цвет... Глубина, само собой, глубина. Глубина фотографии, перспектива. Ну, то есть, большая матрица дает меньшую физическую размерность самого снимаемого объекта. У тебя получается, как бы, меньше глубина резкости и вот сама атмосфера. Знаешь, как, боже мой, как его зовут? Ян Рухтер. Ян Рухтер из Америки, американец, он снимает на фургон. У него фургон здоровенный, и в фургоне дырка, камера обскура, и внутри там полотно размера полтора на полтора метра. И вот он на это проецирует изображение. Получается вообще какой-то гипертурбо супер ОПС реалистичная картинка, перереалистичная, гиперреалистичная. И это смотрится нестандартно. То есть, наверное, это какая-то утрированная часть. Фуджик, он дает большее, большую перспективу. А я что-то говорил, Ян Рухтер или как? Рухтер, Ян Рухтер, сейчас скину. Рух... У него есть Сильвер, Сильвер энд Лайт, по-моему, называется его проект. Сильвер энд Лайт. Или Рахтер. Рахтер. Да, Сильвер энд Лайт. Сильвер энд Лайт, у него есть классный проект, сейчас я скину. Что-то не находит у меня. Лучше скинь подной. А, вот, нашел фургон. Коллоид. То есть, это не цифровая фотография. Нет, конечно, не цифровая. Нет, просто есть такие методики, может, видел где-то, когда люди конструируют камеру Obscura, там делают большой, типа, кадр такой, там, прям, здоровенный. И вот этот кадр, эту картинку снимают уже внутри на другой фотоаппаратом или на телефон. То есть, обман такой, значит, системы. Да, да, есть такое дело. Я даже видел на Ютубе Челла, который сделал камеру Obscura с проецированием вот этого здоровенного изображения на полотно, на кальку, на кальку размера, там, ну, достаточно большую кальку. И эту кальку фотографируют на фотоаппарат. То есть, и это все получается строго зафиксировано. То есть, мертвая конструкция, ее можно таскать на руках. Вот, забавно. Тоже получается там супер какая-то малая глубина резкости. Вот, тоже очень интересное видео. Скинул в чат. Но вот то, что мы сейчас, ну, то, что сейчас скинул, это на пластину снимает. А я сейчас найду, я тоже вам скину. Ну, ты мне скинул, я скинул. Ян, Рух. Я понял. Там есть на что посмотреть, да, я вот сейчас листаю. Все. Может, я сейчас покажу народу, чтобы люди не искали. Сейчас включу демонстрацию экрана. Потому что это целая история. Ну, пожилой такой, да? Кто чел? Не, он молодой же. А это другой кто-то там. Это, наверное, другой там кто-то прыгает. И оно в ЧБ все у него. Ну, да. О, нашел. Сейчас тебе еще одну ссылку скину. Тоже посмотрите видео, очень интересные. Объективы как ведро. Вот реально ведро. Вся истории. А, да, молодой. Вот это он получается. Сейчас. Что? А, вот эта картинка. Ну, специфические такие изображения, конечно. Тоже тебе еще скинул ссылку на эту конструкцию. Да, на триде он был. Вот. Silver and Light. А вот работа. Сейчас я покажу. Ну, графично. Интересно. Да. Интересно. А как увлекательно это все снимать, я думаю, с этой машины. Это же ради одного кадра там. Столько мороки. Ну, если ты технарь задрот, это очень интересно, да. То есть, если ты вообще, в принципе, горишь таким конструированием, то классно. Мне кажется, что это просто больше ради процесса делается, чем ради результата. Ну, да, да, да. У меня аналогичная ситуация с пленочной фотографией. У меня среднеформатный Hasselblad есть, и я на него, ну, практически не снимаю. Там, последний раз я снимал, не знаю, года, наверное, полтора на него. Но сама съемка, вот, тебе важен в первую очередь сам процесс. Результат это дополнение. Сам процесс интересен, как рыбалка. Что тут пишут? Было ли больно фотографировать на малое количество мегапикселей после многопиксельной камеры? Был ли такой опыт у вас? Было облегчение. То есть, я прям вздохнул полной грузью, когда ушел Sony A7R3 на Sony A7C. Когда у меня было 42 мегапикселя, я ушел на 24 мегапикселя. Когда я просто их закидывал пачкой на свой компьютер, листал их без тормозов, обрабатывал без тормозов, это было классно. Ну, то есть, было даже лучше. Тут тебя спрашивают, M1 топ, какой монитор под M1 посоветуйте? Докажите Олегу, что iPhone от 11 лучше всех смартфонов снимает видео. Ну, доказывать Олегу это не надо. А вот про M1 расскажи. M1 класс. Просто, просто пушка. Я могу обрабатывать кучу фоток с Fuji 100-мегапиксельного, при этом смотреть видосик на YouTube, при этом вести прямую трансляцию через OBS на тот же самый YouTube. И ничего тормозить не будет. Вот это для меня было откровением. Сейчас, знаешь, много пойдет срача, что за эти же деньги можно собрать Windows, ПК-сборку и там горе не знать. Без проблем. Если вы там занимаетесь 3D-рендерингом, если занимаетесь серьезно, прям вот там, не знаю, After Effects у вас до глубины души с миллиардами сложных функций, вычислений, то, наверное, вам, да, ПК-сборка подойдет. Но я пользователь компьютера, я не вот этот ремесленник, который, знаешь, сидит и вот только в Final Cut, не только в After Effects херачит, либо только в Blender, либо только в Cinema 4D. Нет. Я пользователь компьютера. Я сижу в заметках, я пользуюсь календарем, я сижу в Safari, смотрю фильмы, слушаю музыку, перекидываю файлы по AirDrop, мать его, с телефона на компьютер. Я не знаю, я не представляю себе жизни без AirDrop. Вообще, AirDrop такая крышесносящая штука. Я могу сделать кадр на сотовый телефон, нажать одну кнопочку, и он перекинется мне в загрузки на мой Mac. Этого на Windows нет. И вот для меня очень важен сам интерфейс. Поэтому собрать такую же сборку на ПК, которая будет позволять тебе так же работать, пожалуйста, вы можете. Но это то же самое, что вы можете ездить на Мерседесе, а можете ездить там, не знаю, на каком-нибудь заряженном корче. У вас будет все одинаково стоить по цене, но такого кайфа от посадки в Мерси, наверное, вы не испытаете. Ну, опять же, здесь все на вкус и цвет, на любителя. Касаемо M1 Max, я взял M1 Max. Почему я не взял M1 Ultra? Потому что в следующем году, там, в феврале, должны выкатить новый процессор, возможно, M2 Max. И вот я сейчас думаю, пока что мне хватает M1 Max выше крыши. За глаза его просто он взрывает, спокойно все тянет. Если мне этого будет не хватать, то в следующем году я, скорее всего, обменяю. На самом деле, я бы хотел взять этот, на самом деле, не такой уж и маленький компьютер, он толстый, его можно было бы сделать меньше. Вот если они сделают Mac Mini на M1 Max процессоре, то, может быть, я даже перейду с Mac Studio на Mac Mini, но вряд ли они этого сделают. Скорее всего, сделают M2 Max. Вот я бы перешел на следующее поколение процессоров. А что у тебя за PC был до этого обычный? У меня не было PC. У меня сейчас есть PC, он стоит под столом. Я его использую только для трех целей. Это поиграть в Arcanum, поиграть в Disciples. И раньше я еще играл в PUBG, но сейчас в PUBG не играю, потому что играю в Disciples и в Arcanum. Это игры 95-го года. Поэтому у меня есть еще ПК, который просто... Тоже 5-го года? Нет, он современный. Там даже какой-то GTX нормальный, который без тормозов современные игрушки нормально может переть. Но я не играю. И для этого есть PlayStation 5. Кстати, в PlayStation 5 вчера играли с Инной в The Last of Us 2. Проходить начали. Сегодня тоже продолжим. Я почему спрашиваю? Потому что ты так преподнес мультизадачность этого Apple как что-то уникальное, как будто бы PC так не умеет. Не мультизадачность, а сама экосистема. Интерфейс, тактильность, звуки, менюшки, запахи, да, запахи. Ну, опять же, тот же самый AirDrop, передача пароля. То, что я сижу, не знаю, у меня кто-то приходит в гости с iPhone, надо перекинуть... Он заходит в Wi-Fi, мне не надо ему диктовать пароль, потому что я могу поделиться через телефон. По-любас, на Android это все тоже можно делать, но, блин, у меня есть Android еще один. Взял его для того, чтобы передавать картинку с Google очков, FPV очков на телефон. Но это просто тратрашанина. Настолько неприятно. Просто его даже держать в руках, пользоваться интерфейсом. Просто привык. Это дело привычки. Если бы я начал пользоваться Android и сидел на нем, то для меня бы iPhone был просто ужасным инструментом. Слушай, а касаемо техники, я как раз листаю твой Telegram, расскажи про FPV-дроны. Интересная тема, я, например, на таком не летал. В чем их фишка, особенность? Ну, FPV-дрон это вот такая штука. Это в данном случае сейчас вы видите 7-дюймовый коптер. High Flight Chimera. И преимущество этого дрона в том, что ты можешь просто-напросто лететь так, как ты хочешь. Он абсолютно никак не привязан по GPS-координатам к спутнику. Ты можешь лететь прямо, ты можешь лететь кверх ногами, ты можешь пролетать в узкие щели. У тебя намного более динамичная и скоростная картинка. То есть намного можно делать более не то чтобы интересные, просто другие пролеты. Если у тебя DJI-коптер, который по пульту с GPS-ом соединяет со спутником, летит вперед-назад-влево-вправо-вверх-вниз, то этот умеет еще и лететь кверх ногами, лететь задницей, делать всякие петли и многое-многое другое. Залетать в помещение, лететь в помещение, из помещения вылетать, вдоль водопада, через воду спускаться, тоже падать вниз, пикировать, потом взлететь и улететь дальше, и при этом на себе иметь GoPro. А GoPro имеет внутри запись гироданных, которые можно потом в постобработке отстабилизировать и получить идеально гладкую, ровную, без тряски, стабилизированную картинку, как будто она снималась на какой-нибудь трехосевой подвес. Поэтому FPV-дрон — это крутая тема. Я хочу на YouTube начать о них рассказывать. Буду. Сейчас я уже, у меня в Final Cut есть проект о первом FPV-ролике, где я сделаю введение, вступление, расскажу о своем хобби, потому что я этим уже занимаюсь полтора года, это уже много. Я много дронов разбил, много дронов пересобрал, уже на это хобби угробил, за один миллион рублей у меня уже ушло, поэтому есть что рассказать. Это уже почти 20 тысяч баксов я на это ушатал. То есть они бьются за видной регулярности, да? Ну да. У меня есть дрон, я сейчас вам его покажу. Это дрон такой боевой. Это Nazgul 5-дюймовый. Если просто на него посмотреть, то видно просто его состояние. Он весь побитый, покоцанный, рама просто в хлам вся, перебинтованная. Но он еще живой? Да, да, он еще... Нет, пока что нет. Я недавно летал, вот позавчера я летал, и у меня, видимо, что-то произошло с платой распределения питания, регулятором оборотов у меня, нижний, задний правый мотор, он сейчас не работает, поэтому надо менять плату распределения питания. Она стоит недорого, ну типа, она стоит 3 тысячи рублей, но это тоже деньги. И вот я, опять же, полетал, ушатал, все, надо менять, надо его разбирать, сидеть час, потратить как минимум час времени, чтобы поменять эту плату распределения питания. Не факт то, что завтра я пойду летать и не ушатаю, не знаю, мотор. Мотор это тоже 3 тысячи рублей. Видеомодуль, видеомодуль там 10 тысяч рублей, тоже они горят. Недавно я утопил свой дрон. Кстати, у меня в телеграм-канале, если вот прям полистать несколько постов наверх, то там есть видео с FPV-дрона и показано, как он у меня под воду уходит. И на глубину 10 метров он у меня утонул, на глубине 10 метров он пролежал сутки. Я на следующий день приехал с маской, и я нырял, его доставал. Его достал, в результате все было в соли, я это все промывал, его полностью разобрал, мотор и спас, но, к сожалению, там регулятор оборотов, полетный контроллер, видеопередатчик я не спас, они, ну, сдохли. Я вот как-то смотрел по управлениями, там же фишка в том, что он все время летит вперед, да? Он не может зависнуть на одной точке. Почему? Нет, конечно, он может что угодно делать, он может зависнуть на одной точке, он может полететь строго верт, конечно, зависит от твоих рук. Ну, то есть, у меня за полтора года, я не знаю, я могу тебе скинуть какой-нибудь ролик, который, в принципе, будет... А, ну зачем даже скидывать, есть мой инстаграм-аккаунт второй об FPV-дронах, и там, в принципе, видно, что он может делать. Ну, если летать осторожно, то не разобьется, да? Нет. Если ты летаешь на FPV-дроне, то надо быть сразу готовым к тому, что ты его разобьешь. Потому что те, кто не разбивает дрон, не летает на нем хорошо. То есть, классические полеты, типа, блинчиком, в хобби это называется блинчиком. Если ты летаешь блинчиком, ну, значит, ты нуб. Сейчас я в чатик скину, чтобы люди видели. Если ты хочешь делать какие-то сложные пролеты через узкие дырки со сложными элементами, то тебе нужно уже делать это более смело. А для того, чтобы делать это более смело, нужен опыт. А в опыте ты 100% что-нибудь разобьешь. Разбивается дрон, ломаются лучи, лучи надо менять. Если ты не умеешь паять, то тебе придется научиться паять. Поэтому если в это хобби входить, то нельзя входить в это хобби просто летая. Для этого ты должен быть еще и механиком. Ты должен быть и... Тебе нужно понимать механику самого дрона, тебе нужно паять, тебе нужно работать с электрикой, какие-то основы отличать, чем отличать, параллельно от последовательного соединения и так далее. Тебе нужно уметь пользоваться специальным софтом, который позволяет все это дело тоже как-то регулировать, настраивать. И там очень много неизвестных, которые нужно выучить, чтобы этим всем заниматься. Поэтому FPV-дроны, это, конечно, то еще задротство, но, опять же, хочешь летать, научишься. Ну, тяжелее, чем обычные, в общем, значительно, да? Не то, чтобы тяжелее, опять же, в сравнении просто. На обычном дроне, вот, к примеру, ты приходишь в магазин, тебе продавец говорит, ну, пошли запустим на улицу. Ты берешь дрон, запускаешь на улицу и все, ты как бы уже умеешь им управлять. Ты понимаешь то, что стик влево, он полетит влево, стик вправо, он вправо полетит. Там вперед-назад, вверх-вниз. Но, если ты возьмешь FPV-дрон, то ты не сможешь полететь. Вообще никак. Ты убьешь тысячи дронов, прежде чем, как научишься на нем летать. На FPV-дроне в режиме акро это полная свобода, когда он не стабилизирует ничего, когда вот в зависимости от положения твоих стиков, как они повернуты в том направлении, он и полетит. Ты должен сначала часов 10, как минимум часов 10, в симуляторе, на компьютере понять саму моторику управления руками, пальцами, движения этих стиков. Вот как только ты понимаешь моторику, когда у тебя пальцы запоминают эту моторику, когда ты уже не думаешь о том, куда нужно повернуть стик, когда ты просто смотришь на картинку, пальцы сами двигают эти стики, вот только тогда можно вылетать на реальных дронах. До этого нужно учиться летать в симуляторе. Перед моим первым полетом я потратил 30 часов, 30 часов, реальных 30 часов астрономических на то, чтобы научиться летать, понять механику управления FPV-дроном в реальной, в симуляторе. Да уж, а ради чего, самый главный вопрос, какая цель? Это кайф, это кайф, это кайф. Это как смотреть, как играть в компьютерные игры в VR, только ты в этом же самом VR управляешь не вымышленным объектом, а настоящим. Слушай, а это же все в очках происходит? Глаза не болят от этого? Нет, абсолютно. Ну, типа первые два часа тебя тошнит, дико тошнит, потому что мозг отказывается воспринимать такую динамику, типа кто первый надевает очки, всегда говорит, что его немного укачивает, но быстро к этому привыкаешь. Интересно. Слушай, я хочу снять тему, вот у тебя я вижу обзор на один объектив, который у меня не побывал на обзоре. Давай. Sigma 14F1.8R. Расскажи, для кого и зачем он? Я думаю, он для астрофотографов в первую очередь, потому что 14 мм с такой открытой дыркой – это идеальный объектив для астросъемки. Он быстро схватывает свет, на 10-20 секунд ты можешь на открытую дырку ночью получить очень яркое полярное, не полярное сияние, а млечный путь, получить очень яркий млечный путь. И вот, наверное, это такое ультимейт решение для съемки ночного неба. В дальнейшем его можно использовать на закрытые дырки в качестве классических 14 мм съемки интерьеров, пейзажей и так далее. Но его первое, наверное, самое главное предназначение – это астрофото. Ну, я, в принципе, так и рассказывал, потому что иначе зачем 1.8 с таким фокусным расстоянием? Портретики так точно не поснимаешь. Ну, можно, почему бы и нет. На 14 мм можно снимать полноросные портреты, даже какая-то глубина резкости у тебя будет, но, опять же, специфично. На 1.8, на 14 – это не сильно. Ну, типа, чуть-чуть размоет задний план. Ну, чуть-чуть. Знаешь, на мониторе будет видно, на телефоне нет. Ну, да. Например. А, еще вот тема. Я вижу, что еще увлекаешься 3D-панорамами. А на что ты их снимаешь? На фотик или на камеру? На Sony A7R III. Если мне нужно качество, высокая детализация, то Sony A7R III через переходник MC11 я нацепляю Canon 8-15 мм F4L. Ну, и вот на этот комплект в 4 кадра, в 4 стороны света получается эквидистантная сшивка полностью 360 градусов. А что, у Sony нет фишай? Не знаю. Не знаю. Может быть и есть, но циркулярный фишай на 8 мм я не находил. Вот вам и Sony. А так на камеру такую не снимаешь. Типа там, как они называются. Ну, у меня просто Q-кам непопулярный. 360 градусов? Да, да. Сразу камера, которая снимает на 360. Слушай, во-первых, параллакс. Ну, то есть, если ты снимаешь на такие камеры, у тебя автоматически возникает проблема с параллаксом. Если какой-то объект есть от тебя там на расстоянии метра, то тебе потом еще нужно будет сидеть и в постобработке этот шов затирать. Мне не нравится шов затирать. Я сразу снимаю на панорамную голову с настройкой на дальней точке. У меня получается вообще без каких-либо проблем. Идеальная сшивка, там, панорама склеивается с аппроксимацией там в один пиксель. Вообще нету никаких сшивок. Ну вот. Типа сделать 4 кадра, либо 1 кадр, ну, я не испытываю сложности. Тем более для меня важно качество большой матрицы. Все-таки фулл-фрейм, он дает более чистый цвет, особенно в условиях недостаточной освещенности. Там, когда снимал этот Спас на крови, Исаакиевский собор, там же внутри света особо нет. И для того, что... Это со штатива снимаются такие вещи? Да, разумеется, ставится штатив, панорамная голова, и 4 кадра делается. Так при чем тот фулл-фрейм для большего света, если ты со штатива снимаешь, статику? Все равно. Ну, типа, как ни крути, большая матрица тебе почему-то дает более чистую картинку. Я не пробовал снимать на кроп, но я пробовал снимать на какой-нибудь там инста 360. И вот на инста 360, ну, блин, какую-то выдержку поставишь, все равно будет говнище. Просто из-за оптики. Там да. На Кукамы я не пробовал. Может быть, если у тебя есть возможность, ну, может быть, окей. Там деймовый сенсор, но все равно это не кровь, это слабее. Да. Ну что, давай глянем, что нам в чате пишут. Давай. Какая голова для панорамы? Манфрота SPH 303. 300. 303 SPH, она, по-моему, так называется. Сейчас спрашивают, ну, это кукам. Кукам звучит как жанр порно. Видишь вопрос? Расскажите про тройку сигм. 16-50, ой, 16-30-56 для кропа. Они действительно в VR или лучше в сложных погодных условиях ими не снимать? Ожидается ли зумщика сигму подобно тем, которые сейчас там рано делают для фуджи? Без понятия. Единственный зум-объектив под сигму, который я знаю, хороший, это 18-35 F1.8. Других я не знаю, потому что вообще даже ими никогда не интересовался. Хороший объектив 16 мм, точно, потому что у меня знакомый снимает на 16 мм, я его держал в руках. Ну, не знакомый его держал в руках, а объектив держал в руках. Вообще классная штука. 30 мм также снимал на фулл-фрейме, он у вас там будет получаться порядка 50 мм. Хороший портретный объектив, тоже замечательный, с дыркой 1.4. 56 мм, да ну хрен знает. Опять же, это Sigma, я уверен, что у них кропнутые объективы, такие же хорошие, как и фулл-фрейм объективы. Тяжелые, да, но хорошие. Не, ну кропнутые маленькие, ну там 16 большие, а те маленькие. Ну я про то, что у меня есть, типа знаешь, это ТТ-Артизан с... Какой? Сейчас скажу. 35 мм, F1.4. О, кстати. У меня скоро выйдет на канале обзор на ТТ-Артизан с 35 мм, F1.4, кропнутый. И он налезает на Соньку, он под Соньей, и у него по краям не такая уж и большая виньетка. То есть на самом деле лучше снимать в фулл-фрейм режиме, а потом там чуть-чуть кропать. И как он тебе... Просто у меня есть уже обзор на этот объектив, мне интересно твое мнение. Мне нравится, мне нравится контрастность, мне нравится резкость, он достаточно чистый, я даже видео на него снимал. Опять же, через кропнуть, и он получается... У него световой поток, световое пятно намного больше, чем кроп, там с запасом, поэтому лучше снимать на фулл-фрейм. Классное стекло, мне нравится. Мне нравится то, что он компактный. Я его даже не снимая с камеры, и я его просто так в бананку на грудь так кладу и иду гулять. Да, ну и механика там тоже хорошая. Ну да, приятная, типа он так плавненько ходит туда-сюда. А тут спросили про водозащиту ВР. Без понятия, ребята, ХЗ. По-моему, нет. По-моему, это бюджетная серия. Ну, возможно, вполне возможно. Ну, я вообще особо не доверяю съемке под сильным дождем ни камерам, ни объективам. Вообще, если проливной дождь, то... Блин, я даже не помню, когда мне приходилось под проливным дождем снимать. Я снимал давно на Бали под проливным дождем. Смотрите, почему Sony говно? Снимал на Бали под проливным дождем. У меня на Sony A7R2 сдох фронтальный дисплей. Пришлось его менять. Поэтому под дождем я бы не рекомендовал снимать. Не, ну под дождем любая камера может сдохнуть, чтоб там не было написано. Ну, Nikon бы вообще взорвался, руки мне оторвал нахуй. Ну, если есть дождь, то нужно или взять зонтик, или взять целлофан, ну, в идеале, конечно, бокса, но они дорогие. Но есть даже просто самое тупое, это пакет сверху на фотик нацепить и уже... Бахилка. Бахилка. Можно бахилку надевать. Ну, бахилка. Она с резиночкой как раз на объективе остается и все, вслепую. Не, ну, вот эти разговоры о поливлагозащите, у меня... Блин, ну, это бред. Потому что, если туда чуть-чуть попадет, ничего страшного. Но не надо рассчитывать на то, что туда, прям, не знаю, дождь будет идти. И ничто им не поможет, если под дождем попадет. Кстати говоря, вот я Sony SMC, я снимаю в этом... В воде. В море. В соленой воде. И у меня была недавно съемка, я прям выкладывал в этот сторис, где я плыву, у меня в одной руке камера, и все, я плыву в море. Волны, и я доплываю до камня, и мне такие говорят, ёпрст, ты типа, Макс, ты что, так рискуешь? Вообще не страшно. Это без бокса? Просто так с камерой? Без бокса, просто без... Да, просто вот так в руке держу камеру и плыву. Доплыв до камня, но там, понятное дело, какие-то капли попадают на твою камеру. Понятное дело, то, что соленый воздух приносит с собой вот эту соленую микроскопическую пыль. И у меня, к примеру, на Sony открывающаяся крышка, вот этот отсек с картой памяти, он у меня не открывается. Ну, типа, вот ты защёлку так на себя тыкаешь, по идее, он на пружинке должен отскакивать. А так как там всё в соли, он прилипает, и его приходится ещё ноготком так поддевать. С другой стороны тоже везде вот эта соль, от неё потом приходится отмываться постоянно. Ну, просто надо, да, очистить это регулярно. Вот такие дела. Тут спрашивают, как вы думаете, какие тренды фотографий будут в 23-24 годах? Тренды фотографий? Я думаю, всё плавно будет переходить к плёночной классике. Вряд ли, я не думаю, что что-то появится сверхнеординарное, хотя хрен знает, сейчас в изобразительном искусстве появилась нейросеть, миджорней. Вот реально, полгода назад, когда не было миджорней, когда это ещё не стало популярным. Мем, знаете, из фильма «Я робот», где робот спрашивает Уилл Смита, типа, где Уилл Смит спрашивает робота, типа, а робот может нарисовать картину, написать симфонию? Вот сейчас получается то, что робот пишет реально картины, и ты такой уже думаешь, ёппероса ты, нифига себе, до чего мы дожили. И не факт, что что-то не произойдёт в изобразительном искусстве новое, там, не знаю, вычислительная фотография создаст новый, какую-нибудь новую моду на фотографирование, хрен знает. Но мне кажется, классика всегда будет классикой, то, что получается на плёночную камеру, оно всегда останется классикой. Благородное плёночное зерно, да? Да, 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 тонны тонировки, точка чёрного вверх. Спрашиваю, человек, если бы был выбор для портретов, только одно стекло, 24, 35, 50, 85 или 135 на фулфрейм, какой бы себе стекло. Лично для меня, вот если бы мне просто сказали, Максим, смотри, мы тебя оставляем на необитаемом острове с одним стеклом, с кучей моделей, там, не знаю, полностью жизнь у тебя будет, но только одно стекло, я бы выбрал 35, потому что 24 миллиметра это слишком широко для всех жанров, а 35 миллиметров это максимально универсальное фокусное расстояние, я считаю. Вот и ответ. Тут Никон защищает, я смотрю. Вполне, да, у Никона хорошая влагозащита. И о будущем человек пишет. Ну, то есть, вы прикиньте, сами подумайте, вот сколько Никона басывают, а он работает, понятное дело, у него хорошая влагозащита. Не только у меня Соник гнобят, у тебя Никон. Тут пишут комбинация нейросети и фотографии, например, фон генерирует нейросети, а предмет сфоткан. Ну, по сути, сейчас любой телефон это делает, когда он фон моет в флам. А, там же, по-моему, есть и замена фона в телефонах, если я не ошибаюсь. Есть ли там? В айфоне сейчас с новой прошивкой ты берешь телефон, делаешь любой кадр, не знаю, там, типа портрет, просто пальцем вот в просмотрщике фотографии, вот так вот пальцем на портрет человека нажимаешь, и у тебя человек полностью вырезается, и ты можешь его в качестве ПНГ-шки с Альф-каналом там скинуть в чатик в качестве стикера, либо куда-нибудь там еще отправить. Прикольно. Ну вот, вот и комбинация нейросети. Слушай, ну, я смотрю, что мы уже все темы раскрыли, на все вопросы ответили, но мы можем завершать наш стрим. Все, я очень рад поприсутствовать в гостем, надеюсь, всем понравилось, надеюсь, все прокачались немножечко фотографии. Под конец хочется сказать, то, что, опять же, раскрыть все карты, ребят, у меня абсолютно никакого негативного отношения к Никону нет, и опять же, я повторюсь, то, что вот все, что происходит сейчас, это все лишь шутки. Если юмор может быть полезным, хоть он и вот такой плоский, тупой, потому что, извините, по-другому я не умею, если бы я был более, наверное, как-то эрудированный, практиковался в стендапе более часто, я бы, наверное, придумал что-нибудь новое, но, опять же, тут добрый посыл, на самом деле, все зависит от ваших рук, вот, поэтому не думайте, что я такой засранец. Да, ну, и заглядывайте в описание, там ссылки на Максима, на меня, подписывайтесь, если еще не подписались, и на этом всем пока. А я пошел усы сбривать. Все, всем пока.